Видели ли вы по-настоящему темную ночь, когда даже руки своей не видно? Конечно, темнота, как говорит пословица, хоть глаз выколи, это вполне возможно на Земле. Но представьте себе настоящую, кромешную тьму, когда ближайший источник света расположен от вас на расстоянии в сотни миллионов световых лет. Представили? Тогда считайте, что вы нашли во Вселенной Войт Волопаса. Войт или пустота Волопаса — это интересная космическая аномалия, которую обнаружили всего 40 лет назад. Открыта данная область в 1981 году астрономом Робертом Киршнером. Об уникальном объекте, если так можно сказать, о великом ничто нашей Вселенной ученый рассказал в своей работе пустота в миллион кубических мегапарсек в Волопасе. Войт представляет собой огромную сферическую область диаметром примерно 300 миллионов световых лет, в которой ученым с помощью самых современных приборов и методов удалось насчитать всего 60 галактик. Представить себе масштаб таких расстояний весьма непросто. Но попробуем привести примеры. Если в центре Войта расположить человека, то ближайшие звезды и галактики он бы смог увидеть лишь в сверхбольшие телескопы второй половины 20 века. Американский астроном и популяризатор науки Грег Олдеринг приводит такой пример. Если в объеме пустоты Волопаса разместить галактики с той плотностью, с какой они распределены в среднем по Вселенной, то их там вместилось бы не меньше 10 тысяч. Но выше мы уже говорили, что на самом деле их всего 60. Войд Волопаса — это одна из самых больших пустот во Вселенной. Ее иногда называют супервойдом. Расположен он в созвездии Волопаса, в созвездии северного полушария неба. По словам американского астронома Грегори Алдеринга, масштаб воида таков, что если бы Млечный Путь находился в его центре, мы не узнали бы о существовании других галактик до 1960-х годов. Со времени первоначального открытия этой пустоты астрономы создали более подробные карты нашей Вселенной. Также они выяснили, что галактики в космосе размещены как огромная паутина. Большинство из них находятся в длинных структурах или нитях, которые простираются через космос. Когда эти нити встречаются, то они создают области с высокой концентрацией галактик, которые называются скоплениями. Галактическая нить — это крупнейшие наблюдаемые космические структуры во Вселенной в форме нитей из галактик со средней длиной в 160-260 миллионов световых лет, лежащие между войдами — большими пустотами. По стандартной модели эволюции Вселенной галактические нити формируются и следуют вдоль сетевидных потоков темной материи. Предполагается, что эта темная материя ответственна за макроструктуру Вселенной. Темная материя гравитационно притягивает барионную материю, и эту обычную материю астрономы наблюдают в виде стен и нитей из галактических сверхскоплений. Между этими нитями существуют огромные пустоты, или войды, в русской интерпретации название этих областей, в которых почти нет галактик. Ученые считают, что эти пустоты занимают около 80% видимой Вселенной. Большая часть этих войдов имеет диаметр от 30 до 300 миллионов световых лет. Предполагается, что внутри войдов могут быть темная энергия и протогалактические облака. Кроме того, по опубликованным в 2014 году данным астрономы из Университета Пенсильвании обнаружили в войдах небольшие искажения в направлениях распространения света, создаваемые, предположительно, темной материей. Как мог появиться во Вселенной такой аномальный объект? Ведь давно известно, что природа не терпит пустоты. Существует теория о формировании войда Валопаса в результате слияния меньших войдов. Это объясняет малое число галактик, населяющих вытянутую область вблизи середины войда. К сожалению, ни одна из существующих сегодня теорий происхождения нашей Вселенной никак не объясняет существование войда. Конечно, ученым сегодня известны пустоты гораздо меньшего размера, в десятки раз, и механизм их образования вполне выяснен. Компьютерные расчеты и наблюдения подтверждают вывод, что ячеистая структура Вселенной возникла изначального гауссового поля возмущений плотности и нарастающих со временем пространственных флуктуаций скорости и плотности вещества под действием сил тяготения. Но с гигантской пустотой в созвездии Валопаса компьютерная модель, построенная на известных предположениях, не работает. Тем не менее, гипотезы о природе этой пустоты высказываются завидным постоянством. Одной из самых радикальных и потому пугающих теорий можно считать гипотезу о рукотворном происхождении пустоты. По предположениям некоторых ученых, сверхцивилизации, появившиеся на заре образования Вселенной, вполне могли бы дойти до такого уровня развития, что научились буквально выкачивать энергию из окружающего пространства, что и привело бы к образованию огромного объема почти идеального вакуума. Кратко пройдемся по теории внеземных цивилизаций. Советский астроном Кардашев поделил возможные внеземные цивилизации на три типа по принципу энергии, которую они используют. Цивилизации первого типа используют ресурсы своей родной планеты. Цивилизации второго типа — энергию звезды, вокруг которой вращается их планета. Цивилизации третьего типа используют энергию галактики. Сейчас в теоретических моделях добавили и цивилизации четвертого и выше типов, которые могут уже свободно оперировать не только скоплениями галактик, но и Вселенной. Земляне, как вы понимаете, — это классическая цивилизация первого типа, потому что солнечные батареи нельзя назвать эффективным способом переработки энергии звезды. А вот инопланетяне на высоком уровне развития должны использовать технологии астроинженерии. Например, строить так называемые сферы Дайсона. Какой гипотетический сценарий возможен в нашем случае? В пустоте Валопаса когда-то была или есть жизнь. На втором уровне местная цивилизация начала потреблять энергию звезды. В какой-то момент цивилизацию мог поработить искусственный интеллект, и пошел бесконтрольный захват соседних объектов. Сейчас пустота Валопаса может бесконтрольно расширяться, поглощаемая непомерным аппетитом искусственного интеллекта. Ну или сама цивилизация поглощает звезды и галактики одну за другой. Только для чего им эта энергия, если параллельно они не создают каких-то видимых объектов? Конечно, любые сценарии с внеземными цивилизациями по умолчанию являются гипотетическими. Но копить знания, пусть даже теоретически, стоят уже сейчас. Тем лучше мы будем готовы к возможной встрече. Космические аномалии исследовать необходимо. Ведь любое сильное отклонение от нормы может говорить о возможных проблемах. Именно это в свое время помогало выживать нашим предкам. Они чутко реагировали на происходящее. Все эти странные отклонения от нормы, возможно, случайны. А возможно, там сидит хищник, названный гость или, в лучшем случае, друг. Как бы то ни было, воет Валопаса, вероятно, самый идеальный вакуум в космосе, на эффекты которого также стоит обратить внимание. В нем редко встречались бы не только камни и пыль, но и разного рода частицы. Для взаимодействия частиц в этой огромной пустоте могут уйти эпохи, если это там вообще возможно. Чрезвычайно низкая плотность вещества в этой области космоса означает, что при попадании в него какой-то структуры, нейтрино, например, с одной стороны, она будет выглядеть абсолютно так же на выходе сотни миллионов лет спустя. То же касается и фотонов. Частицы вещества с гораздо большей массой, чем нейтрино и фотоны, будут естественным образом притягиваться к краям пустоты. Из-за этого свойства сохранения состояния Войт-Валапаса однажды можно рассматривать как идеальную капсулу времени. Можно сказать, что открытие сверхпустоты сильно повлияло на традиционное космологическое мышление. С тех пор астрономы неоднократно пересматривали свое понимание формирования галактик, учитывая то, что известно о крайне неравномерном распределении вещества во Вселенной. В конце концов, Войт-Валапаса — еще одно скромное напоминание о безграничности космоса. Вселенная, которую мы видим, невообразимо огромна для нашего понимания. А наше место в ней удивительно мало и незначительно. Микроскопическая вспышка в исполинском пространстве. Но насколько бы одинокими мы не казались сами себе на нашей маленькой голубой точке, во всяком случае у нас есть возможность созерцать звездный пейзаж, когда мы обращаем взгляд на небеса. Планета Земля. Солнечная система. Рука Фариона. Галактика. Млечный путь. Именно так будет звучать наш космический адрес во Вселенной. Можно пойти еще дальше и добавить координаты сверхскопления Девы вместе с великим аттрактором и комплексом сверхскоплений рыб-кита. Но вряд ли эта информация пригодится в ближайшее тысячелетие. А вот что нам сегодня известно о нашей галактике, это куда более интересно. Давайте узнаем об этом вместе. Само название «Млечный путь» образовано от древнегреческого слова, обозначающего «молочный». По легенде, Зевс решил сделать своего сына Геракла, рожденного от смертной женщины, бессмертным. И для этого подложил его спящей жене Гере, чтобы Геракл выпил божественного молока. Гера, проснувшись, увидела, что кормит не своего ребенка, и оттолкнула его от себя. Брызнувшая из груди богини струя молока превратилась в «Млечный путь». Впервые предположение о том, что Солнечная система входит в галактическую структуру, высказал в XVIII веке Уильям Гершель. Гершель впервые оценил размеры и общую форму галактики и пришел к выводу, что она представляет собой остров во Вселенной. А в 20-х годах прошлого столетия было доказано, что галактика во Вселенной не единственна. Долгое время считалось, что «Млечный путь» относится к обычным спиральным галактикам, и только в 1980-х годах было высказано предположение, что наша галактика представляет собой спиральную структуру с перемычкой. Это предположение было подтверждено в 2005 году космическим телескопом Спитцера, который показал, что центральная перемычка нашей галактики действительно существует и является большей, чем считалось ранее. Но по данным новых исследований, наша галактика не плоская, как думали раньше, а искривленная и перекрученная. Но для начала давайте более подробно рассмотрим структуру Млечного пути. Она состоит из следующих элементов. Ядро перемычка — центр, представляющий собой самую яркую область Млечного пути. Расстояние от Солнца до центра галактики составляет 27 700 световых лет. Диск — форма галактики, которая напоминает летающую тарелку, но по факту она имеет плоское формирование, так как медленно вращается вокруг ядра. По оценкам ученых, галактический диск, выдающийся в разные стороны в районе галактического центра, имеет диаметр около 100 000 световых лет. Спиральные рукава — так называемые туманности, в составе которых существуют звезды, планеты и другие космические объекты. Как мы узнали из начала ролика, то Солнечная система находится на внутреннем крае рукава, носящего название «рукав Ориона». И, наконец, корона или галактическая галло — яркий свет, который возникает в результате скопления огромного количества звезд в одном месте, и длина этого света может составлять несколько световых лет. Как видите, структура галактики имеет четкое строение, и по своей воле оно не может меняться. Единственное, что может изменить сформированный порядок — это столкновение с другой галактикой или появление сверхмощной черной дыры. Ученые Варшавского университета сделали предположение, что Млечный путь имеет не плоскую форму, как считалось ранее, а несколько искривленную, которую она приняла после столкновения с соседними галактиками. Это событие случилось около трех миллиардов лет назад, когда наша галактика Млечный путь испытала жесткое радиальное столкновение с неизвестной карликовой галактикой. Гравитация разорвала малышку, и ее звезды стали нашими. Астрофизики сумели вычислить чужаков и время происшествия этого космического ДТП. Неправильные скопления в нашей галактике выдали себя по оболочкам газа и пыли вокруг себя, которые и позволили астрономам выявить такие образования и детально изучить движения звезд в этих скоплениях. Форма оболочек скоплений изогнута таким образом, что указывает на место, где карликовая галактика начала разрываться на части. Это позволило увидеть всю картину целиком и понять, почему одни звезды в таких скоплениях удаляются от нас, а другие приближаются к нам. Но это событие в основном затронуло внешние части нашей галактики. А вот что творится в ее центре — загадка и по сей день. Галактика Млечный Путь, как и множество других спиральных галактик во Вселенной, скрывает в своем центре сверхмассивную черную дыру под названием «Стрелец А» со звездочкой. Этот таинственный объект невероятных размеров постоянно притягивает звезды, пыль и другую материю в свои ближайшие окрестности, формируя сверхплотный звездный мегаполис. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, астрономы описывают шесть загадочных объектов, которые вращаются вокруг центральной черной дыры нашей галактики. По мнению авторов, обнаруженные аномальные объекты, получившие название от G1 до G6, выглядят как продолговатые сгустки газа в несколько раз массивнее Земли. Несмотря на свои небольшие по космическим меркам размеры, обнаруженные объекты ведут себя как маленькие звезды, способные пройти в опасной близости от края черной дыры, не будучи при этом разорванными в клочья. Интерпретировав пучки газа как остатки несчастной мертвой звезды, пострадавшей в результате гравитационного воздействия сверхмощной черной дыры, расположившейся по соседству, некоторые астрономы ожидали увидеть окончательную гибель миниатюрных звезд в результате их поглощения Стрельцом А еще в 2014 году. Однако к большому удивлению ученых ничего подобного не произошло, а недозвезды удивительным образом выжили в пределах нескольких сотен астрономических единиц от черной дыры. Растягиваясь и искажаясь вблизи черной дыры, объекты G восстановили свою первоначальную форму при постепенном от нее удалении. Столь необычное поведение наводит на мысль о том, что нечто чрезвычайно мощное удерживает сгусток газа вместе. Оказалось, что все эти объекты представляют собой смятые гравитацией продукты двойных звезд, образовавшихся около 5 миллионов лет назад вблизи Стрельца А. В настоящее время Млечный Путь не относится к сейфертовским галактикам, то есть к галактикам с активными ядрами, в которых происходит выделение огромного количества энергии. АЯГ также представляет собой сверхмассивные черные дыры, но в отличие от Стрельца А, вокруг них формируется яркий аккреционный диск. Закручивающееся вещество разогревается из-за сил трения до экстремальных температур и испускает излучение в оптическом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Яркость диска часто достигает предела Эддингтона. Также могут возникать джеты — струи плазмы, перемещающиеся с околосветовой скоростью. Но наш Стрельца ведет себя по-другому. Согласно расчетам еще одной группы ученых, в центре галактики может быть плотный сгусток темной материи, который на окраинах галактики становится более тонким до диффузной концентрации. Темная материя, несомненно, является одной из самых больших загадок Вселенной. Это название загадочной массы, ответственной за гравитационные эффекты, которые нельзя объяснить тем, что мы можем обнаружить другими способами. Обычной материей, такой как звезды, пыль и галактики. Например, галактики вращаются намного быстрее, чем должны были бы, если бы на них просто гравитационно влияла нормальная материя в них. Но гравитационное линзирование, искривление пространства времени вокруг массивных объектов намного сильнее, чем должно быть. То, что создает эту дополнительную гравитацию, невозможно обнаружить напрямую. Ученые предполагают, что при повышении критической массы сгусток темной материи мог гравитационно коллапсировать в сверхмассивную черную дыру. Это может помочь объяснить, как вообще появились сверхмассивные черные дыры, поскольку неизвестно, как они становятся такими большими, и неизвестно, сколько из них появилось в ранней Вселенной, прежде чем они успели сформироваться. Так Нобелевский комитет присудил премию по физике в 2020 году Генцелю и ГЕС с формулировкой «За открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики». И в том же 2020 году НАСА представило самый свежий и наиболее подробный инфракрасный снимок центральной части нашей галактики «Млечный путь». Эта панорама, охватывающая расстояние более 600 световых лет, составлена на основе данных Стратосферной обсерватории «София» и космических телескопов «Гершель» и «Спицер». Вот такая она, наша родная галактика «Млечный путь». Начиная исследовать ее тайны, мы понемногу продвигаемся по ближайшим окрестностям, стремясь пробраться в самый центр галактических событий. И пускай сейчас мы только записываем то, что способны уловить наши приборы, но даже эта информация открывает нам новые знания о структуре Вселенной. Менее века назад человек впервые полетел в космос. Сегодня планируется колония на Марсе, поселение на Луне и бурение астероидов с целью добычи ресурсов. Новые технологии развиваются невиданными темпами, открывая новые возможности для производства. Насколько это целесообразно, и что может дать планете, давайте узнаем. Запас полезных ископаемых, извлекаемых из земной коры, истощается. Для растущего населения планеты это серьезная угроза, предотвратить которую поможет освоение космических недр. В конце ноября 2020 года мимо Земли пролетел астероид 2000WO107 стоимостью 17,4 миллиарда долларов. Именно во столько оценили никель, железо и кобальт, находящиеся в этом космическом теле. Ученые предполагают, что многие астероиды содержат большое количество минералов, включая золото, платину, кобальт, цинк, олово, свинец, индий, серебро, медь, железо и различные редкоземельные металлы. Вполне закономерно, что такое богатство привлекло к себе интерес. Но все ли так безоблачно, как это видится чиновникам Земли? Или подобные заигрывания с космическими гигантами способны принести нам совсем другие сюрпризы? Давайте сначала разберемся, что такое астероиды. Астероиды — это начальный материал, оставшийся после образования Солнечной системы. Они распространены везде. Некоторые пролетают совсем близко к Солнцу, другие обнаружены неподалеку от орбиты Нептуна. Огромное количество астероидов собрано между Юпитером и Марсом. Они формируют так называемый пояс астероидов. На сегодняшний день было обнаружено около 9 тысяч объектов, проходящих рядом с орбитой Земли. Многие из таких астероидов находятся в зоне доступа, и многие же содержат огромные запасы ресурсов, начиная от воды, заканчивая платиной. Их использование даст практически бесконечный источник, который установит стабильность на Земле, увеличит благосостояние человечества, а также создаст основу для присутствия и исследования космоса. Существует более полторы тысячи астероидов, до которых так же легко добраться, как и до Луны. Их орбиты пересекаются с орбитой Земли. Такие астероиды обладают небольшой силой тяжести, что облегчает задачи посадки и взлета. Когда говорят об астероидах, большинство людей представляет именно их пояс. Миллионы объектов, составляющих его, образуют похожий на кольцо район между орбитами Марса и Юпитера. Несмотря на то, что эти астероиды очень важны с точки зрения понимания истории возникновения и развития Солнечной системы, по сравнению с околоземными добраться до них не так легко. Другое дело — это околоземные астероиды. Околоземные астероиды определяются как астероиды, чья орбита или ее часть находится в промежутке около одной астрономической единицы от Солнца. Для понимания, одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца. Ресурсы астероидов обладают рядом уникальных особенностей, что делает их еще более привлекательными. В отличие от Земли, где тяжелые металлы расположены ближе к ядру, металлы на астероидах распределены по всему объекту. Таким образом, извлекать их намного легче. Астероиды содержат драгоценные и полезные минералы, например, железо, никель, воду, металлы платиновой группы, золото. Зачастую их концентрации могут сравниться с концентрациями на богатейших месторождениях Земли. Человечество только начинает понимать невероятный потенциал астероидов. Когда первый контакт космического аппарата с одним из них произошел в 1991 году, когда аппарат Галилео пролетел рядом с астероидом Гаспро на его пути к Юпитеру. Наше знание таких небесных соседей было революционизировано немногочисленными международными и американскими миссиями, предпринятыми с тех пор. Во время каждой из них наука об астероидах заново переписывалась. Вода – важнейший элемент солнечной системы. Для космоса вода, помимо своей критической гидротационной роли, предоставляет и другие важные преимущества. Она может защитить от солнечной радиации, использоваться в качестве топлива, давать кислород и так далее. На сегодняшний день вся вода и связанные с ней ресурсы, необходимые для космических полетов, транспортируются с поверхности Земли по безмерно высоким ценам. Среди всех ограничений на человеческую экспансию в космос это самое важное. Воду с астероидов можно как конвертировать в ракетное топливо, так и поставлять в специальные хранилища, расположенные в стратегических местах на орбите, для заправки космических кораблей. Такой вид топлива, поставляемый и продаваемый, даст огромный толчок к развитию космических полетов. Вода с астероидов может значительно сократить затраты на космические миссии, поскольку все они зависят в первую очередь от топлива. Например, намного более выгодно транспортировать литр воды с одного из астероидов на орбиту Земли, чем доставить этот же литр с поверхности планеты. На орбите воду можно использовать для заправки спутников, увеличения грузоподъемности ракет, обслуживания орбитальных станций, предоставлять защиту от радиации и так далее. Богатый водой астероид шириной 500 метров обладает водой стоимостью 50 миллиардов долларов. Ее можно доставить на специальную космическую станцию, где будут заправлять аппараты для полетов в дальний космос. Это весьма эффективно даже при скептических предположениях, что извлекаться будет всего 1% воды, а половина добытой воды будут использовать при доставке. К тому же успешность коммерческих космических полетов приведет к стократному снижению стоимости запуска ракет с Земли. Конечно, при не столь консервативном подходе ценность астероидов вырастет на многие триллионы или даже десятки триллионов долларов. Экономика операции по разработке астероидов может также быть улучшена при использовании местного топлива. То есть горнодобывающий аппарат может летать между планетами с помощью воды от этого астероида, на котором она добыта, что приведет к высокой окупаемости. При условии успешности добычи воды разработка других элементов и металлов станет намного более реальной. Другими словами, добыча воды позволит добывать металлы. Металлы платиновой группы на Земле встречаются очень редко. Они, как и похожие на них металлы, обладают специфическими химическими свойствами, которые делают их невероятно ценными для промышленности и экономики 21 века. Кроме того, их изобилие может дать начало к новому, еще неизведанному их применению. Кроме доставки на Землю, металлы, добытые на астероидах, могут использоваться прямо в космосе. Такие элементы, как, например, железо и алюминий, можно будет применять при строительстве космических объектов, защиты аппаратов и тому подобного. При наличии добывающей установки на астероиде все еще остается проблема безопасной отправки груза на Землю. Если собранные материалы просто запустить в сторону Земли, все сгорит в атмосфере. Конечно, можно загрузить собранное на ракету и улететь домой. Если предположить, что это будет ракета Starship, то она сможет унести примерно 100 тонн с астероида. Самый ценный и распространенный ресурс на астероидах — кобальт. Его текущая цена за 1 килограмм составляет 100 долларов. Это означает, что Starship может унести кобальта на 10 миллионов за поездку, при том, что запуск ракеты будет стоить 2 миллиона долларов. Но это мы еще не касались вопроса добычи. Так, если установка шахты на астероиде будет стоить столько же, как и на Земле, то ее стоимость станет варьироваться в пределах 500 миллионов долларов. Так, для получения прибыли руднику понадобится произвести более 6250 тонн кобальта, которые будут транспортироваться 63-мя ракетами. Поэтому человечеству нужен более дешевый способ возвращения груза на Землю, над которым сейчас думают. Освоил ли уже кто-то горное дело на околоземных объектах? Пока нет. И вопрос здесь пока что заключается именно в бюрократическом аспекте. Кто имеет право на добычу в космосе? Основа космического международного права — договор о космосе. Подписан в 1967 году СССР, США и Великобритании. Сегодня участников уже более 100. Согласно документу, небесные тела не могут быть частной или национальной собственностью. Условия добычи на них не оговариваются. Первый закон, регулирующий такую деятельность, принят в Соединенных Штатах Америки в 2015 году. Одна из его статей гласит, «Гражданин США, занимающийся коммерческой добычей ресурсов на астероиде и других космических ресурсов, имеет право на любой полученный астероидный или другой космический ресурс, в том числе право владеть, перевозить, использовать и продавать его в соответствии с действующим законодательством, включая международные обязательства США». В Европе юридическим центром зарождающейся индустрии стал Люксембург. В 2017 году здесь вступил в силу закон, легализирующий собственность компании на извлеченные ими космические ресурсы. Чтобы действовать в правовом поле, шахтеры небесных тел должны иметь офис в этой стране и получить письменное разрешение правительства. Первые компании, разрабатывающие подобные технологии, появились совсем недавно. 2009 год – Archeid Astronautics, в 2012 переименована в Planetary Resources, в 2010 году – Moon Express, 2013 год – Deep Space Industries. Большинство космических миссий, нацеленных на разработку полезных ископаемых в космосе сегодня, американские, европейские, японские, китайские, индийские. Россия в 2025 году тоже планирует запуск автоматической межпланетной станции Фобос-Грунт-2, предназначенной для доставки на Землю образцов грунта с Фобоса – естественного спутника Марса. И пока для обычного обывателя идея добычи ресурсов на астероидах звучит фантастически, количество международных патентных заявок растет. В 2008-2017 годах со 124 до 339 и новые технологии делают возможной добычу полезных ископаемых в космосе уже в ближайшие десятилетия. Важно еще помнить, несмотря на то, что Земля значительно больше всех известных астероидов, столкновение с телом размером более 3 километров может привести к уничтожению цивилизации. Столкновение с телом меньшего размера, но больше 50 метров в диаметре, может привести к многочисленным жертвам и гигантскому экономическому ущербу. Так что, если вдруг на сближение с нами устремится огромная стероид из чистой платины, то в первую очередь его нужно воспринимать как источник угрозы, а не мифического благосостояния, чтобы не повторить судьбу человечества, как в одном известном фильме. Разглядывая ночное небо, полное звезд, каждый из нас рано или поздно задается вопросом, сможем ли мы когда-нибудь достичь далекие галактики и другие звездные системы? Невольно задумываешься о том, сколько времени понадобится космическому кораблю, чтобы добраться до планет, находящихся на расстоянии многих миллиардов километров. Какое направление выбрать? Ближайшую к нам систему Альфа-Центавра или сразу отправиться к созвездию Большого Пса? Вне зависимости от пункта назначения, космическому аппарату предстоит преодолеть огромное расстояние, масштабы которого очень сложно передать. Сегодня мы выясним, сколько нужно времени, чтобы добраться до других звездных систем. Первые путешественники — Вояджеры и Пионеры. Многие люди, интересующиеся космосом, знакомы с историей исследовательских аппаратов Вояджер-1 и Вояджер-2. В конце 70-х годов эти зонды отправились изучать нашу Солнечную систему, особое внимание уделив Юпитеру и Сатурну. Космические аппараты не только успешно справились с основной задачей, но и приступили к выполнению новой миссии, которая оказалась не менее важной. Ученые отправили Вояджеры изучать отдаленные регионы Солнечной системы, в результате чего высокоавтономные роботы стали самыми удаленными от Земли объектами, созданными человеком. Конечно, некоторые зрители могут вспомнить об аппаратах Пионер-10 и Пионер-11, которые отправились покорять глубокий космос еще до упомянутых посланников. Однако эти зонды давно не подают признаков жизни. К тому же Вояджеры имеют большую скорость и обогнали своих коллег на рубеже 2000-х годов. На данный момент Вояджер-1 находится на расстоянии в 21 миллиард километров от Земли, направляясь в сторону созвездия Змееносца. Скорость космического зонда составляет 17 километров в секунду, что делает его самым быстрым аппаратом, покидающим Солнечную систему. Нас этот красавец интересует, потому что именно первый Вояджер имеет все шансы добраться до других звезд в галактике Млечного пути. По предварительным расчетам, примерно через 40 тысяч лет он пролетит на расстоянии 1,6 светового года от звезды Глизе 445, которая находится в созвездии Жирафа. По космическим меркам это относительно небольшое расстояние в 15 триллионов километров. К этому моменту Вояджер удалится от Солнечной системы на один световой год. То есть даже через четыре десятка тысяч лет зонд НАСА будет ближе к родным просторам, чем к ближайшей звезде на своем пути. Где-то через 285 тысяч лет аппарат сумеет приблизиться к Сириусу, который расположен в созвездии Большого Пса и находится на расстоянии 8,6 световых лет от нас. К слову, этот белый карлик считается одной из ближайших к Земле звезд. Не менее интересная судьба ждет и второй Вояджер. Прямо сейчас аппарат несется навстречу космическим приключениям со скоростью 15,4 километра в секунду относительно Солнца. Где-то через 300 лет посланник человечества достигнет внутреннего края облака Оорта. Внешняя часть этой гипотетической области считается приблизительной границей Солнечной системы. Чтобы пройти сквозь облако Оорта, зонду понадобится порядка 30 тысяч лет. После чего он направится в сторону звездной системы Андромеда. Вояджер 2 приблизится к одной из ее звезд, РОС-248, на расстояние в 1,7 светового года через 40 тысяч лет. Примерно через 300 тысяч лет аппарат достигнет максимального приближения к Сириусу, разойдясь с ним на расстояние в 4,3 светового года. Что касается упомянутых ранее пионеров, то несмотря на тот факт, что связь с ними была давно утрачена, они также продолжают свое путешествие в безмолвном космосе. Последний радиосигнал от зонда Пионер-11 был получен 30 сентября 1995 года. После этого направление передающей антенны оказалось утрачено, и аппарат продолжил свой путь самостоятельно. Американский зонд летит в сторону созвездия Орла, который лежит в восточной ветве нашей галактики. Он доберется до одной из его звезд спустя 4 миллиона лет. Таким образом, ему предстоит невероятно долгий путь. Десятый Пионер оказался чуть более удачливым исследователем, поскольку последний раз посылал данные на Землю 23 января 2003 года. В тот момент космический путешественник находился в 12 миллиардах километрах от Земли и двигался со скоростью 12,2 километра в секунду. К слову, до 1998 года он также был самым удаленным рукотворным объектом, пока его не обогнал знаменитый Voyager 1. Аппарат летит со скоростью, достаточной для того, чтобы покинуть Солнечную систему. Его курс лежит в сторону звезды Альдебаран. Это же мчужина созвездия Тельца и одна из самых ярких звезд на ночном небе. К окрестностям Альдебарана Пионер-10 доберется через 2 миллиона лет, если по пути он не наткнется на непредвиденные ситуации или не будет захвачен неизвестными науке космическими пиратами. К слову, именно этот аппарат будет первым, кто пройдет на относительно небольшом расстоянии от звездной системы. Временным соседом Пионера станет система HIP-117-796, являющаяся частью созвездия Кассиопея. Космический скиталец подберется к ней на расстояние в 0,76 светового года. Для этого зонду придется путешествовать 90 тысяч лет. Проблемы скорости и будущее космических путешествий Как мы понимаем, главной проблемой космических полетов являются огромные расстояния. При существующих технологиях даже путешествие на Красную планету является непростой задачей, которая требует подходящего момента для запуска. При максимальном сближении орбит Марса и Земли расстояние между двумя планетами составляет 54,6 миллионов километров. И даже для таких полетов необходимо учитывать факторы вроде скорость движения планет, скорость полета космического аппарата, солнечное притяжение, необходимость корректировки курса. В 1969 году НАСА запустило аппарат «Маринер-7», который добрался до Красной планеты всего за 128 дней. Однако стоит понимать, что общая масса зонда составляла всего 412 килограммов. К примеру, сухая масса новейшего пилотируемого корабля «Крио Дрэгон» компании SpaceX составляет 6400 килограммов, хотя он и не предназначен для межпланетных путешествий. Для полета на Марс понадобится создание гораздо более тяжелых и сложных кораблей, не говоря уже про путешествия к другим звездам. Прямо сейчас компания Илона Маска занимается разработкой многоразовой межпланетной космической транспортной системы Starship, сухая масса которой, предположительно, равняется 400 тонн. При этом стартовая масса такого гиганта превышает 5000 тонн. Другими словами, существующие технологии не позволяют достичь скорости, которая даст возможность аппаратам преодолевать огромные дистанции в космосе за относительно короткий промежуток времени. Инженеры и ученые всего мира активно работают над решением этой проблемы. Однако даже самые смелые проекты далеки от желаемых результатов. Вариантов передвижения по космосу много, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Многие двигатели или приводы до сих пор пребывают в теоретической области и пока очень далеки от реализации. Наиболее экономичным и, как следствие, самым медленным способом передвижения является ионный двигатель. Еще несколько десятков лет назад такая система считалась ближе к научной фантастике, чем к реальной жизни. Однако миссия Deep Space 1 в 1998 году доказала, что ионные двигатели не только работают, но и приносят реальную пользу. Использовав 81,5 килограмма топлива, такая установка разогнала DS-1 до 56 тысяч километров в час. Правда, для этого ей понадобилось целых 20 месяцев. Если предположить, что именно с такой скоростью человечество отправит аппарат в сторону Проксима Центавра, то ему понадобится 81 тысячи лет, чтобы пролететь расстояние, равное 4,24 светового года. За это время на Земле сменится 2700 поколений людей. Еще одним методом космических путешествий является принцип гравитационного маневра. Этим способом воспользовались легендарные Вояджеры. А в 1976 году аппарат Helios 2 сумел разогнаться свыше 240 тысяч километров в час. При условии постоянного сохранения такой скорости зонд мог бы добраться до Проксима Центавры через 19 тысяч лет. Множество обсуждений ведется относительно электромагнитного двигателя EM-Drive. Ученые до сих пор спорят, действительно ли работает радиочастотный привод с резонансной плоскостью. Его концепция была предложена еще в 2001 году, но аппарат до сих пор проходит испытания, которые не могут дать однозначного ответа на главный вопрос. Функционирует ли EM-Drive? Согласно теоретическим расчетам, такая установка позволит добраться до Плутона, который в среднем удален от Земли на 5,9 миллиарда километров за 18 месяцев. Путешествие до Проксима Центавра при таком раскладе займет около 13 тысяч лет. Среди других транспортных систем, которые обитают в теоретической плоскости, находятся ракеты на ядерном синтезе, термоядерные ПВРД, лазерный парус и даже привод, работающий на антиматерии. Любители научной фантастики могут также припомнить знаменитый проект Мигеля Алькубьера, который в 1994 году предложил так называемый варп-двигатель. Поскольку концепция мгновенного перемещения путем растяжения тканей пространства-времени фактически не предусматривают затрату времени на полет, мы не станем ее рассматривать. Вместо этого обратим внимание на двигатели на ядерном синтезе и установку с антиматерией. В первом случае речь идет о теоретическом достижении скорости, равной 12% световой, что позволит долететь до Проксима Центавра всего за 36 лет. Чтобы долететь до звезды Барнарда, находящейся в созвездии Змееносца на расстоянии 5,96 светового года, транспортной системе на ядерном синтезе необходимо лететь на протяжении 50 лет. В 70-х британское межпланетное общество детально изучило такой проект, получивший название Дедал. Двухступенчатая система даже по самым скромным подсчетам должна была весить порядка 60 тысяч тонн, что делало ее невообразимо дорогой. Что касается двигателя на антиматерии, то речь идет о гипотетической установке, отличающейся высокой эффективностью и топливной экономичностью. Несколько миллиграмм такого топлива генерирует энергии больше, чем взрыв водородной бомбы мощностью в 10 мегатонн. Согласно подсчетам, опубликованным на конференции Joint Propulsion Conference и Exhibit, ракета-носитель на антиматерии, состоящая из двух ступеней, может долететь за 40 лет до все той же Проксимы Центавры. Это при том, что получение одного грамма топлива для привода на антиматерии обойдется в более чем триллион долларов. В теории, при достаточном запасе антивещества космический корабль можно разогнать до 50% световой скорости. При достижении таких показателей полет на 4,24 светового года займет порядка 8 лет. До Сириуса пришлось бы лететь примерно 17 лет. Как мы видим, человечество по-прежнему ищет способы быстрого и, главное, экономичного путешествия по просторам космоса. На данном этапе мы не располагаем технологиями, которые позволят преодолеть расстояние в пару световых лет за относительно короткий промежуток времени. Однако первые успехи в этом направлении уже есть. И кто знает, возможно, через пару десятков лет в сторону Альфа-Центавры отправятся первые исследовательские зонды. Плача ночью по солнцу, не замечаешь звезд, сказал когда-то великий индийский автор Робин Дранат Тагор. А ведь как порою прекрасно остановиться в своих стремлениях и насладиться ясным ночным небом? Вы только представьте, каждая видимая звезда уникальна. Каждая из них — это целый мир. А сколько звезд мы не видим, а скольких еще не знаем? Да и вообще, что мы знаем о звездах? Из чего они состоят? Какого цвета бывают? Каких размеров? И в чем их особенности? Давайте узнаем. Но для начала нам нужно определить, что вообще такое звезда. Из современных определений данного термина можно выделить, что звезда — это массивное самосветящееся небесное тело, имеющее газовую или плазменную природу, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Ожогов определяет звезду следующим образом. Это небесное тело, раскаленный газовый шар, ночью видимая как светящаяся точка. Вы, наверное, заметили, что в обоих определениях отсутствуют слова с корнем свет. Оно и неудивительно. Ведь самая распространенная схема классификации звезд — по спектральным классам, которая основана на их температуре и светимости. Понимая, что видимая яркость зависит от дистанции, еще древние греки пытались определить расстояние до звезд по годичному параллаксу, то есть изменению фона объекта в зависимости от того, с какой стороны от Солнца на него смотрит наблюдатель. Но удалось это лишь в 1837 году датчанину Фридриху Струве. После этого в оценку светимости звезд была внесена поправка на дистанцию. Следующий шаг был сделан в начале прошлого века, когда спектральный анализ позволил превратить цвет звезды, до этого момента оценивавшейся субъективно, в точную численную характеристику. И в 1910 году появилась знаменитая диаграмма зависимости между спектром и светимостью, составленная датчанином Эйнаром Герджпрунгом и американцем Генри Расселом. Обобщив накопившиеся данные, ученые обнаружили, что 80% светил выстраивается в тянущуюся из правого нижнего в левый верхний угол линию. Эта область была названа главной последовательностью. Характеристики звезд главной последовательности зависят в первую очередь от массы и в гораздо меньшей степени от возраста и начального химического состава. Чем больше масса звезды, тем больше ее температура, радиус и светимость, и тем меньше срок ее жизни на главной последовательности. Стадия главной последовательности заканчивается, когда в ядре звезды остается слишком мало водорода, и его сгорание не может продолжаться в том же режиме. Разные звезды после этого ведут себя по-разному. Условно по спектральным классам звезды можно представить так. Голубые, о, гелевые звезды с температурой поверхности более 30 тысяч Кельвина. Белоголубые, B, гелевые светила от 10 тысяч до 30 тысяч Кельвина. Белые, A, водородные звезды с температурой 7 410 тысяч Кельвина. Желто-белые, F, у которых особенности спектра обусловлены ионизированным кальцием, а температура достигает 6-7 200 Кельвина. Желтые, G, с ионизированным кальцием и 5 206 тысяч градусов. Кстати, наше Солнце – это тоже желтый карлик. Оранжевые, K, где в основном наблюдаются линии спектра нейтральных металлов, а температура колеблется от 3500 до 5200. Красные, M, звезды имеют температуру от 2500 до 3500 градусов Кельвина. А в спектре присутствует множество линий металлов и молекулярных соединений. Классы LTY – это классы коричневых карликов в порядке понижения температуры вплоть до 600 градусов Кельвина. Иногда также используются классы W для звезд Вольфа-Рая, P для планетарных туманностей и Q для новых звезд. Это то, что принято использовать сегодня. Исходя из вышесказанного, в астрономии различают такие виды звезд – красные гиганты и сверхгиганты. Это два вида звезд, характеризуются небольшими поверхностными температурами от 3000 до 5000 Кельвина, но большими светимостями. В их недрах происходит горение гелия, которое превращается в углерод. Эти виды звезд включают в себя звезды двух спектральных классов М и К, то есть красные и оранжевые. Имеют диаметры от 100 до 800 солнечных. Но есть и исключения. Например, YV – большого пса, имеет диаметр в 1024 диаметра в Солнце. Белые карлики. Белые карлики – это полностью проэволюционировавшие звезды, представляют собой ядра звезд, потерявших свою внешнюю оболочку из-за своего же расширения. Эти звезды обладают малыми размерами, где-то в 100 раз меньше, чем Солнце. И светимостью – в 10 000 раз меньше Солнца. При таких малых размерах они обладают массой примерно равной массе нашего светила. Объясняется это большой плотностью их вещества. Такая плотность приводит к тому, что белые карлики – это сгустки электронно-ядерной плазмы и напрочь лишены своего источника энергии. Они светят за счет исчерпания своего же запаса тепла. Коричневые карлики. Коричневые карлики – это вид звезд, в которых потери энергии на излучение не компенсируются их ядерными реакциями. Ранее считалось, что это гипотетические объекты, так как такие объекты, по всей видимости, должны существовать. И в 2004 году был открыт 2М1207 – коричневый карлик в созвездии Гидры. Коричневые карлики имеют очень и очень малые размеры, где-то в 12,5-83 раза больше Юпитера. В их ядрах протекают ядерные реакции с участием ядер легких элементов. После их исчерпания термоядерная реакция прекращается, и звезда полностью потухнет, превратившись в некий планетоподобный объект. Виды звезд, в которых наблюдается хотя бы один раз перемена значения их блеска. Причины этому разные, как внутренние процессы, так и то, что звезда состоит в двойной системе. Существуют разные виды переменных звезд, различающиеся механизмами изменения их блеска. Пульсирующие переменные, эруптивные переменные, вращающиеся переменные, катаклизмические переменные, затменно-двойные системы, оптические переменные двойные системы, имеющие жесткое рентгеновское излучение. Звезды типа Т Тельца. Этот вид звезд назван в честь своего явного представителя в созвездии Тельца. Представителя этого вида переменные звезды спектрального класса от F до M, которые можно обнаружить около молекулярных облаков, имеют весьма нерегулярную переменность яркости. Их поверхностные температуры и массы схожи со звездами главной последовательности. А вот радиусы, соответственно, и светимости, больше. Еще одно отличие звезд типа Т Тельца от звезд главной последовательности — это то, что у них основным источником энергии служит гравитационное сжатие самой звезды. Тип Вольфа-Рая. Такие звезды характеризуются высокими светимостями, превышающими солнечную в примерно 4000 раз и температурами большими, чем 50000 Кельвин. Размеры этих звезд сравнительно небольшие, порядком в 10-15 раз больше нашего Солнца, и массы примерно 10 солнечных. Звезды Вольфа-Рая отличаются от других звезд с такими же температурами своими особыми спектрами. Окончательную точку в вопросе о происхождении звезд Вольфа-Рая еще не поставили. Однако популярной является гипотеза, по которой эти звезды представляют собой гелевые остатки больших и массивных звезд. В нашей галактике на сегодняшний день открыто 230 звезд этого вида. Сверхновые. Сверхновые — это звезда, которая вследствие своего сжатия на определенном этапе своей эволюции взрывается. Такой взрыв для постороннего наблюдателя будет выглядеть как спонтанное, очень сильное увеличение яркости такого светила. И наблюдать такой эффект можно на очень больших расстояниях. Отличаются сверхновые звезды от новых силой происходящего взрыва. Новые. Новые звезды, как и сверхновые, — это переменные катаклизмического типа. Первых, перемена в близке наблюдается не так спонтанно, как у вторых, и может продлиться не один год. Поэтому новые звезды распределили по группам, отличающимися друг от друга по времени пребывания блеска звезды в своем максимуме. Гиперновые. Гиперновые представляют собой гипотетические виды звезд, описывающие взрывы звезд с массами, превышающими солнечную больше чем в 100 раз. Фактически гиперновые — это очень большие сверхновые звезды. Предлагается, что 440 миллионов лет назад мог быть взрыв гиперновой звезды, вследствие чего на Землю мог попасть изотоп никеля 56 ни, он от взорвавшегося источника. Ультраяркие рентгеновские источники. Это источники сильного рентгеновского излучения. Предположительно, обладают массами в 10 тысяч масс Солнца. Эти излучения носят периодическую природу, изменяющуюся от нескольких секунд до нескольких лет. Что собой представляют эти источники, до сих пор неясно. И по этому поводу ведутся много споров. Самое популярное мнение, что это черная дыра. Яркие голубые переменные. Или же звезды типа С золотой рыбы. Голубые гипергиганты с пульсирующими оболочками. Имеют неправильные изменения своего блеска с большой амплитудой. Предполагают, что представители такого вида обладают большими массами, порядка 150 солнечных. Поэтому сроки их жизни малы — пару миллионов лет. По всей видимости, такие светила являются прародителями для звезд типа Вольфа-Рая. И в конце концов, они могут взорваться в качестве гиперновой. Уникальные звезды. СС-433 — затменно-рентгеновская двойная система. Один из компонентов этой системы — массивная звезда с высокой температурой, где-то в 30 тысяч кельвина. Второй — какой-то компактный источник. Черная дыра или нейтронная звезда, обладающая огромной массой. Со звезды на этот источник постоянно перетекает струя газа и формирует аккреционный диск, затмевающий главную звезду с периодом в 13 суток. Этот компактный спутник окружен плазмой, имеющую очень высокую температуру и светимость, а также являющуюся источником сильного рентгеновского излучения. Представителем объектов СС-433 является звезда Ви-1343 в созвездии Орла. Нейтронные звезды — это ядра взорвавшихся звезд, в которых дальнейшее сжатие приводит к тому, что ядро полностью будет состоять из нейтронов. Массы таких звезд составляют приблизительно от 1,44 масс Солнца — предел Чандра-Сикара, до предела Оппенгеймера-Волкова, который будет разный для каждой звезды. Радиусы таких звезд ничтожно малы — около 10-20 километров. Нейтронные звезды обладают сильным магнитным полем и неимоверно быстрым вращением — около 1000 оборотов за секунду. Вследствие этого существуют такие виды звезд нейтронного типа, как рентгеновские пульсары и радиопульсары. Излучают они, соответственно, в рентгеновском и радиодиапазонах длин волн. Считается, что нейтронные звезды рождаются вследствие взрыва сверхновой звезды. Звездные системы Звездные системы — это совокупность звезд от двух до миллиардов. Если в системе состоят две звезды, то это двойная звезда, объединенная общим центром масс или этим центром выступает какая-то звезда. А если в системе состоят больше десяти звезд, это звездное скопление. Распределяют такие скопления на шаровые, рассеянные и звездные ассоциации. Галактики по своей сути тоже являются звездными системами очень больших размеров, включающие в себя разные виды звезд. Ну а в заключение можно лишь сказать — почаще смотрите на небо, особенно в ясную ночь. Древнегреческий философ Платон считал, что планеты — показатели времени, поставленные творцом в мире явлений, а вечное их вращение — это отражение вечности во Вселенной. Сколько смысла в этой фразе? Уму и познание мыслителя не перестаешь удивляться. Много времени прошло с тех пор, когда античное слово «планета» впервые было сказано древними греками. И пускай знания о планетах уходят вглубь веков, но что же нам известно об этих небесных телах сегодня? Давайте узнаем. В переводе с древнегреческого слово «планета» означает «странник». Так греки называли блуждающие звезды. Они считали, что Земля неподвижная находится в центре Вселенной, а небо и все, что на нем видно, вращается вокруг нас. Их астрономы ввели этот термин для описания отличия от так называемых «неподвижных звезд», которые оставались на своих местах друг относительно друга. Пять небесных тел, ныне называемых планетами, были известны древним грекам — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Именно эти планеты видны на ясном небе невооруженным взглядом. Добавлялись Солнце и Луна, но сам Платон старался выделить их в отдельную группу. Когда гелиоцентрическая система Коперника стала преобладать над геоцентрической, Земля стала считаться планетой, в то время как Солнце и Луна были убраны из этого понятия. А далее астрономы стали открывать другие, более дальние планеты. Появилось определение спутников, и карта звездного неба начала свое преображение. Логично будет начать с нашей родной Солнечной системы и узнать, какие виды планет знакомы нам издавна. В Солнечной системе мы видим четкое деление на две группы по четыре планеты в каждой. Внешнюю часть этой области занимают планеты-гиганты, а внутреннюю – значительно менее массивные планеты земной группы. Группу гигантов также обычно делят пополам. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун. В группе планет земного типа тоже намечается деление пополам. Венера и Земля чрезвычайно похожи друг на друга, по многим физическим параметрам, а Меркурий и Марс уступают им по массе на порядок и почти лишены атмосферы. Даже у Марса она в сотни раз меньше земной, а у Меркурия практически отсутствует. Следует отметить, что среди двух сотен спутников планет можно выделить не менее 16 тел, обладающих внутренними свойствами полноценных планет. Нередко они превосходят своими размерами и массами планеты-карлики, но при этом находятся под контролем гравитации значительно более массивных тел. Речь идет о Луне, Титане, Галилеевых спутниках Юпитера и им подобных. Поэтому было бы естественно ввести в номенклатуру Солнечной системы новую группу для таких подчиненных объектов планетного типа, назвав их планеты-спутники. Но пока эта идея в стадии обсуждения. Вернемся к планетам земного типа. По сравнению с гигантами, они привлекательны тем, что имеют твердую поверхность, на которую могут осуществлять посадку космические зонды. Начиная с 1970-х автоматические станции и самоходные аппараты СССР и США неоднократно садились и успешно работали на поверхности Венеры и Марса. Посадок на Меркурий пока не было, поскольку полеты в окрестности Солнца и посадка на массивное безатмосферное тело сопряжены с большими техническими проблемами. Изучая планеты земного типа, астрономы не забывают и саму Землю. Анализ снимков из космоса позволил многое понять в динамике земной атмосферы, в строении ее верхних слоев, в процессах, происходящих в ее магнитосфере. Сравнивая между собой строение атмосфер землеподобных планет, многое можно понять в их истории и точнее прогнозировать их будущее. А вот вторая группа планет, планеты-гиганты, на первый взгляд могут показаться примитивными. Ну, газ да и газ. Но это может быть потому, что мы пока плохо знаем природу этих четырех гигантов. Например, к двум ледяным гигантам Урану и Нептуну. За всю историю астрономии лишь однажды приближался космический зонд Voyager 2. Да и то пролетел, не останавливаясь мимо них. Много ли он мог там увидеть и измерить? Можно сказать, что к исследованию ледяных гигантов мы еще по-настоящему не приступали. Но вот два газовых гиганта изучены намного детальнее. Поскольку кроме пролетных аппаратов Pioneer 10 и 11, Voyager 1 и 2, Улисс, Кассини, Новые Горизонты, рядом с ними длительно работали искусственные спутники Галилео и Джуно, которые с 2016 года исследовали Юпитер, а Кассини изучал Сатурн. Наиболее глубоко был исследован именно Юпитер, причем в прямом смысле. В его атмосферу с борта Галилео был сброшен зонд, который влетел туда со скоростью 48 км в секунду, раскрыл парашют и за один час опустился на 156 км ниже верхней кромки облаков, где при внешнем давлении 23 атмосферы и температуре 153 градуса Цельсия прекратил передавать данные. По-видимому, из-за перегрева. На траектории спутника он измерил многие параметры атмосферы, включая даже ее изотопный состав. Это заметно обогатило не только планетологию, но и космологию. Ведь гигантские планеты не отпускают от себя вещество. Они навечно сохраняют то, из чего они родились. Особенно это касается Юпитера. Внутреннее строение планет-гигантов пока изучается только теоретически. На прямое проникновение в их недра у нас мало шансов, а методы сейсмологии, то есть акустического зондирования, к ним пока не применялись. Возможно, когда-нибудь мы научимся просвечивать их с помощью нейтрино. Но до этого еще далеко. И вот мы выходим за пределы нашей системы. И оказывается, что существуют планеты, вращающиеся вокруг других звезд, а их общее название — экзопланеты. Они имеют огромное разнообразие от красивых землеподобных миров до адских планет, названных так за беспощадные условия на их поверхностях. Здесь найдется все — от планет из алмаза до планет, находящихся в глубокой заморозке. Среди них есть планеты, находящиеся так близко к их звездам, что их масса теряет каждую секунду. И планеты, находящиеся так далеко от их Солнца, что мы все еще не уверены, как они могут так существовать. Некоторые планеты являются изгоями и блуждают во тьме. Другие имеют такие большие периоды обращения вокруг домашней звезды, что один год в их мире равен 900 тысячам земных лет. На сегодняшний день мы имеем 3730 подтвержденных экзопланет, 2724 потенциальных кандидатов в экзопланеты и 2783 планетные системы — звезды с подтвержденными планетами. Среди подтвержденных экзопланет имеется 1507, подобных нашему Нептуну, 1192 газовых гиганта, наподобие Юпитера, Сатурна или Урана, 852 суперземли, то есть масса которых превышает массу Земли, 153 подобных Земле, 26 неизвестных планет, то есть те, которые оказывают свое влияние на объекты, но их пока не нашли. Так некоторые компьютерные модели показывают, что определенные объекты планетной массы могут покинуть свою систему и уйти в межзвездное пространство. Некоторые ученые утверждали, что такие объекты уже нашли свободно блуждающими в космосе, и их следует классифицировать как планеты, называя их планетами-сиротами, хотя другие предположили, что они могут быть и маломассивными звездами. Еще одним расчетом было показано, что при гравитационном коллапсе газового облака могут образовываться не только звезды, но и меньшие объекты. Объекты планетарной массы, образовавшиеся таким способом, называют субкоричневыми карликами. Субкоричневые карлики могут находиться в свободном плавании или на орбите вокруг более крупного объекта. В течение короткого времени, в 2006 году, астрономы считали, что нашли двойную систему из таких объектов, которые исследователи описали как планемо, или объекты планетарной массы. Однако дальнейший анализ позволил установить, что их массы, скорее всего, больше 13 масс Юпитера, что превращает их в систему из коричневых карликов. Встречается и такое, что некоторые крупные спутники сходны по размерам с планетой Меркурий или даже превосходят ее. Например, Галилеевы спутники и Титан. Для таких объектов был предложен термин «планета-спутник», как для объекта размером с планету, обращающегося вокруг другой планеты. Аналогично объекты размером с планету в поясе астероида Филиппо и Секойпера также могут считаться планетами. Существуют еще и планеты с кратной орбитой. Это экзопланеты, которые обращаются не вокруг одиночной звезды, как, например, Земля вокруг Солнца, а вокруг двойной или, очень редко, большего числа звезд. Путь такой планеты в этом случае формируется в зависимости от орбиты всех звезд. Первая обнаруженная экзопланета с кратной орбитой была найдена в системе в созвездии Стрельца, которая состояла из пульсара и белого карлика и находилась в шаровом скоплении М4. Во время каждого оборота этого пульсара в направлении Земли излучается электромагнитный импульс. Наибольшее различие в интервалах между импульсами дают основание предполагать, что на орбите пульсара находится белый карлик и большая юпитероподобная планета. А вот следующий вид планет представляет большой интерес не только для научного сообщества, но и для простых обывателей. Думали ли вы, что вам или вашим потомкам когда-нибудь удастся побывать на другой планете? И, конечно же, было бы очень здорово, если условия на ней окажутся близкими к земным. Именно такие экзопланеты земного типа принято называть мезопланетами. Предполагается, что эти планеты имеют состав, сходный с таковым у планет земной группы. Существует список потенциально жизнепригодных экзопланет, который отсортирован по критерию сходства с Землей с использованием индекса подобия Земле, разработанного лабораторией жизнепригодности планет при Университете Пуэрту-Рико в Аросибо. Индекс подобия Земле — это параметр, показывающий, насколько близкая экзопланета соответствует Земле. Индекс может принимать значения в диапазоне от 0 до 1, где 1 означает идентичность Земле. Значения между 0,8 и 1 соответствуют каменистым землеподобным планетам, которые могут иметь подобную Земле атмосферу с умеренной температурой и поддерживать земные формы жизни. Индекс является функцией от радиуса планеты, ее плотности, второй космической скорости и температуры поверхности. В методологии определения жизнепригодности планет используются и другие параметры, как, например, основной уровень жизнепригодности, удаленность от обитаемой зоны и другие. На основе этих параметров ученым удалось создать список жизнепригодных экзопланет, где их число уже достигает 60. Для наглядности мы можем посмотреть на некоторые планеты из этого списка. Итак, Кеплер 1649с. Экзопланета, вращающаяся вокруг красного карлика Кеплер 1649, на расстоянии около 300 световых лет от Земли. В 2020 году директор научного бюро СЭТИК-2 Джефф Кафлин назвал ее самой похожей на Землю планетой, обнаруженной космическим телескопом Кеплер. Индекс жизнепригодности равен 0,9%. Экзопланета была идентифицирована НАСА как скалистая и очень близка размером к Земле – 1,06 земного радиуса. Находится она в пределах обитаемой зоны. Планета получает 75% света звезды относительно Земли. Равновесная температура ее поверхности оценивается в 234 Кельвин. Исходя из этого, в зависимости от атмосферы, температура ее поверхности может быть достаточно близкой к температуре Земли, что дает возможность существованию воды в жидком виде – состав атмосферы неизвестен. Еще одна планета – Тигарден-би – экзопланета, находящаяся на орбите в пределах обитаемой зоны звезды Тигардена – красного карлика, расположенного в созвездии Овна, в 12,5 световых лет от Солнечной системы. Планета была открыта в июне 2019 года. Это четвертая поблизости потенциально обитаемая экзопланета по состоянию на апрель 2020 года. Индекс ее жизнепригодности оценивается в 95%. Согласно моделированию, вероятность, что условия на Тигарден-би совпадают с земными – 60%. Это значит, что на ней есть вода в жидком виде, умеренные температуры и погодные условия. Если это так, то у планеты высокие шансы появления сложной органической жизни. Приблизительная средняя температура на ней, по оценкам ученых, составляет 28 градусов Цельсия. Звезда Тигардена – тусклый красный карлик, однако планета Тигарден-би находится к своей звезде ближе, чем Меркурий к Солнцу. Планета совершает полный оборот вокруг звезды за неполных 5 дней, что также является и отрицательным фактором в формировании жизни. Но чтобы знать все наверняка, нам нужно продолжать исследовать пространство вокруг нас. И, быть может, однажды нам повезет сделать какое-нибудь сенсационное открытие. Мы привыкли к тому, что Солнце светит нам днем, а Луна отражает этот свет ночью. Причем ночью нас ассоциируется с темнотой. Ведь отраженного света хватает только, чтобы увидеть какие-то силуэты. Но давайте представим, что и днем, и ночью было бы одинаково светло. Причем во всех частях света. Вы спросите, как такое возможно? Все просто. Мы вращаемся в системе из двух или более звезд. Точнее, не мы, а гипотетическая планета, которая находится в одной далекой системе. Какие процессы сопровождают эти системы? А главное, как в таких условиях ведут себя планеты? Давайте узнаем. Для начала нам нужно определить, что же такое звездная система. Итак, звездные системы – это любые группировки звезд, связанные в единое целое гравитационными силами. Крупные системы гравитационно связанных звезд называются звездными скоплениями и галактиками. Стоит оговориться, что звездные системы не следует путать с планетными системами, состоящими из одной звезды и различных незвездообразных астрономических объектов, таких как планеты или астероиды, которые движутся вокруг общего центра масс. У многих звезд есть особенная характеристика – кратность. Примерно 30-50% звезд образуют двойные, тройные и другие кратные системы. Двойные системы также классифицируются по способу наблюдения, где можно выделить визуальные, спектральные, затменные и астрономические двойные системы. Компоненты кратных систем движутся относительно друг друга. Иногда они находятся так близко друг к другу, что их невозможно наблюдать раздельно. Компоненты спектрально-двойных систем бывают расположены очень близко друг к другу и иногда почти соприкасаются своими поверхностями. В таких случаях удается видеть интересные явления – вытекание материи из звезд. Периоды вращения тесных пар очень малы – приблизительно от 18 минут. Наличие звезды, расположенной слишком близко, мешает нормальной эволюции звезды. При этом может возникнуть неустойчивость, приводящая к повторяющимся вспышкам через сотни тысяч лет. Не так давно было обнаружено, что некоторые, а возможно и большинство звезд, имеют собственные планеты. Это можно определить тремя основными способами. Первый из них заключается в следующем. Медленное перемещение звезды по небу, обусловленное ее движением относительно Солнца, должно дополняться волновыми колебаниями. Другой способ назван спектроскопическим. Движение звезды по орбите вокруг центра масс должно вызвать периодические колебания. Этот период колебания должен быть равен периоду вращения. Однако этот эффект ничтожно мал. Третий способ называется фотометрический. Он сводится к измерению блеска звезд во время прохождения мимо них планет. Но эффективность этого способа по понятным причинам сводится практически к нулю. Наиболее эффективные наблюдения можно ввести только из космоса, так как там нет атмосферных помех. Но как же быть с планетами, которые вращаются вокруг двойной или, очень редко, большего числа звезд? Так вот, путь планеты в таком случае формируется в зависимости от орбиты вокруг всех звезд. Такие планеты либо обращаются вокруг одного из компонентов, либо вокруг обоих. Однако давайте вернемся к звездам. Естественно, считать, что кратность звезд и наличие планетарных систем – это одно и то же распространенное явление. Как же появляются эти кратные системы? Ранее предлагались гипотезы, согласно которым первоначальная звезда делилась на две компоненты. Причиной деления могла быть центробежная сила. Однако гипотезы деления не смогли объяснить результат наблюдения. Также была гипотеза о том, что одна звезда может захватить другую, тем самым образовав систему. Хотя она противоречит наблюдениям. Все факты говорят о том, что кратные системы образовываются из одного газопылевого облака. Ученые утверждают, что двойные звезды составляют примерно половину всех звезд нашей галактики. Обе звезды, входящие в систему, вращаются вокруг общего центра их масс. Расстояния между звездами могут отличаться. Равно как и масса этих звезд, а также их размеры. Обе звезды, входящие в гравитационную систему, могут иметь как схожие, так и отличительные характеристики. Например, звезда А может иметь большую массу или размер, чем звезда Б. Двойные звезды помечают латинскими буквами традиционно. Обычно буквой А помечают более яркого и массивного компаньона. Буквой Б – менее яркую и массивную звезду. Ярким примером системы двойной звезды выступает ближайшая к нам звездная система Альфа-Центавра А и Б. Она представляет собой целостную систему из двух звезд. Сама же Альфа-Центавра состоит из трех компонентов. Если взглянуть на эту звезду, не прибегая к помощи различных оптических приборов, невооруженным глазом она будет визуально восприниматься как одна звезда. Если посмотреть на нее через телескоп, то мы отчетливо увидим два, а то и три компонента этой системы. В качестве других примеров двойных звезд можно привести систему Бета-Лиры, систему Бета-Персея, Алголь, Сириус. Те парные звезды, которые можно увидеть в телескоп или даже без приспособлений, принято называть визуально двойными. Альфа-Центавра, к примеру, именно такая система. Звездное небо богато подобными примерами. Третье светило этой системы – самое ближайшее из всех к нашей собственной. Проксима-Центавра. Чаще всего такие половинки пары различаются по цвету. Так Антарес имеет красную и зеленую звезду, Альберео – голубую и оранжевую, Бета-Лебедя – желтую и зеленую. Все перечисленные объекты легко наблюдать в линзовый телескоп, что дает возможность специалистам уверенно вычислять координаты светил, их скорость и направление движения. Нередко получается так, что одна звезда звездной системы расположена слишком близко к другой, настолько, что даже самый мощный телескоп не способен уловить их двойственность. В этом случае на помощь приходит спектрометр. При прохождении через прибор свет разлагается на спектр, разграниченный черными линиями. Эти полосы смещаются по мере приближения или удаления светила от наблюдателя. При разложении спектра двойной звезды получается два вида линий, смещающихся при движении обоих компонентов друг вокруг друга. Так, Мицар А и Б, Алькор – спектрально двойные. При этом они еще и объединены в большую систему из шести звезд. Также визуально двойные компоненты Кастор, звезда в созвездии Близнецов, являются спектрально двойными. Но про нее мы еще поговорим. Существуют в галактике и другие звездные системы, например, компоненты которых перемещаются таким образом, что плоскость их орбит близка к лучу зрения наблюдателя с Земли. Это значит, что они заслоняют друг друга, создавая взаимные затмения. Во время каждого из них мы можем наблюдать только одно из светил, при этом уменьшается их суммарный блеск. В случае, когда одна из звезд значительно больше, это уменьшение оказывается заметным. Одна из самых известных заметно-двойственных звезд – Алголь и созвездие Персея. С четкой периодичностью в 69 часов ее яркость падает до третьей величины, но через 7 часов вновь возрастает до второй. Эту звезду часто называют «подмигивающим дьяволом». Открыта она была еще в 1782 году англичанином Джоном Гудрайком. С нашей планеты заметно двойная звезда выглядит как переменная, которая через определенный временной интервал меняет яркость, что совпадает с периодом обращения звезд вокруг друг друга. Такие звезды называют еще заметно переменными. Кроме них бывают физически переменные светила – цифеиды, яркость которых регулируется внутренними процессами. Солнечная звездная система, как можно видеть, имеет далеко не единственный вариант строения. Кроме одинарной и двойной звезды, в системе можно наблюдать и большее их количество. Динамика таких светил намного сложнее, чем даже у двойной. Однако иногда встречаются звездные системы с небольшим количеством светил, превышающим, однако, две единицы, имеющим довольно простую динамику. Если звезд, входящих в системы, три, она имеет название тройной. Наиболее распространен именно такой вид кратных систем – тройной. Так еще в далеком 1999 году в каталоге кратных звезд из 728 кратных систем более 550 являются тройными. Соответствуя принципу иерархии, состав этих систем таков. Две звезды близко расположены, одна сильно удалена. В теории модель кратной звездной системы намного более сложная, чем двойной, поскольку такая система может показывать хаотическое поведение. Многие подобные скопления оказываются по факту очень нестабильными, что приводит к выбрасыванию одной из звезд. Избежать подобного сценария удается только тем системам, звезды в которых расположены по иерархическому принципу. В таких случаях компоненты делятся на две группы, вращающихся вокруг центра масс по большой орбите. Внутри групп также должна быть четкая иерархия. А что касается упомянутого ранее Кастора, то система Кастор насчитывает целых шесть звезд, попарно вращающихся вокруг друг друга и общего центра масс. При этом, хотя она находится всего в 50 световых годах от нас, астрономам так и не удалось обнаружить в ней хотя бы одну экзопланету. Вполне возможно, что из-за бардака с гравитацией они просто не могут там сформироваться. Но если они там все же есть, закаты и рассветы на них должны выглядеть крайне необычно. Ученым известны звездные системы и с большим количеством компонентов. Так, Скорпион имеет в своем составе больше семи светил. Выяснилось, что не только планеты звездной системы, но и сами системы в галактике не одинаковы. Каждая из них уникальна, различна и крайне интересна. Теперь, когда вы будете в следующий раз смотреть на небо, задумайтесь. Возможно, свет от маленького огонька, на который попал ваш взгляд, это результат работы не одной, а нескольких звезд, какой-нибудь далекой звездной системы. Когда-то представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращаются Земля и другие планеты, казалось фантастическим. А сегодня об этом говорят детям самого раннего возраста. Наши современные знания о Вселенной подошли как раз к тому самому фантастическому барьеру, один только взгляд, за который способен полностью изменить науку о космосе. Единственные ли мы живые существа во Вселенной? Или, может быть, где-то есть еще кто-то, кто задается подобными вопросами? А что, если предположить, что таких Вселенных не одна и не две, а целое множество? Какие законы действуют в других мирах? И кто их может населять? Давайте разберемся. Представьте, что Вселенная, наблюдаемая нами, от края до края, всего лишь капля в Космическом океане. Что за пределами нашего поля зрения есть еще космос, еще звезды, еще галактики, еще больше всего на бесчетные миллиарды световых лет дальше, чем мы когда-либо сможем увидеть. И хотя ненаблюдаемая Вселенная велика, существует еще бесчетное количество других Вселенных, похожих на нее. Некоторые из них крупнее и старше, некоторые меньше и моложе, протянувшиеся на огромных просторах пространства-времени. Эти Вселенные расширяются неизбежно и быстро, но сдерживающее их пространство-время расширяется еще быстрее, разводя их дальше друг от друга, гарантируя, что никакая пара Вселенных никогда не встретится. Звучит как фантастика, но именно так ученые видят научную идею мультивселенной. Так а насколько велика наблюдаемая Вселенная? Наблюдать мы ее можем, конечно же, только с Земли. Для определения расстояния нужно умножить время на скорость. Большой взрыв случился примерно 13,8 миллиардов лет назад, а скорость света составляет 3 умножить на 10 восьмой степени метров в секунду. То есть за год свет проходит 9,5 миллиарда километров. Перемножив время и скорость, мы получим 1,3 умножить на 10 в двадцатой степени километров. Или примерно 13,8 миллиарда световых лет. Именно на такое расстояние мы можем видеть с нашей планеты в любом направлении. Это некий радиус сферы с Землей в центре. Все очень просто. Но так ли это на самом деле? Первые 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная была меньше и горячее. Температура была настолько высока, что новообразованные частицы двигались слишком быстро и не могли объединиться. Возникло четвертое состояние материи. Когда в результате сильного нагрева атомы теряют свои электроны, происходит процесс ионизации. Такое состояние называется плазмой. Именно из плазмы состоит наше Солнце и все остальные звезды. В начале наша Вселенная была одной большой светящейся каплей плазмы. И только потом все начало постепенно остывать. Но основная причина ошибки в наших расчетах – это расширение Вселенной. С момента Большого взрыва пространство расширяется. Все содержимое Вселенной разбегается в разные стороны. Некоторые фрагменты удаляются друг от друга со скоростью, превышающей скорость света. На первый взгляд кажется, что этого просто не может быть. Ведь специальная теория относительности запрещает подобное. Однако на расширение самого пространства это ограничение не распространяется. Здесь допустима и большая скорость. Если учесть этот фактор, ситуация сразу прояснится. Получится, что объект, который, к примеру, 10 миллиардов лет назад испустил видимый нам сейчас свет, отстоит от нас на куда большее расстояние. Ведь он все время двигался вместе с расширяющейся Вселенной. Но и это еще не все. Согласно данным, полученным с помощью космического телескопа Хаббла и других приборов, Вселенная расширяется с ускорением. То есть все быстрее и быстрее. По новым расчетам, учитывающим все эти факторы, наблюдаемая Вселенная будет представлять собой сферу радиусом 46,5 миллиарда световых лет. Землей в центре. Откуда мы все это наблюдаем? Но большой взрыв, случившийся одновременно во всей Вселенной, не был началом пространства и времени, а стал лишь началом нашей наблюдаемой Вселенной. До него существовала эпоха космической инфляции, в которой пространство расширялось и было заполнено энергией, присущей ткани пространства-времени. Инфляция работает так, что заставляет космос расширяться с экспоненциальной скоростью. Все то, что существовало до Большого взрыва, становится гораздо-гораздо больше по размеру. В конце инфляции Вселенная заполняется материей и излучением. И именно это мы видим как горячий Большой взрыв. Но вот что странно. Чтобы инфляция закончилась, то квантовое поле, которое за нее отвечает, должно перейти из высокоэнергетического, нестабильного состояния, подпитывающего инфляцию, в состояние равновесия с низкой энергией. Этот переход и скатывание с холма энергии в ее низину и заставляет инфляцию заканчиваться и породить горячий Большой взрыв. Следовательно, там, где значение поля скатится вниз, инфляция закончится. В других участках инфляция будет продолжаться и порождать все больше нового пространства. Отсюда происходит явление, известное как бесконечная инфляция. Там, где она заканчивается, мы получаем горячий Большой взрыв и нашу Вселенную. Но там, где инфляция не заканчивается, появляется еще больше расширяющегося пространства. В результате чего появляются как участки, где горячий Большой взрыв, когда он произошел, не будет причинно связан с нашим участком, так и участки, где инфляция продолжится. И так далее. Именно эта картина огромных Вселенных, куда как больших, по размеру, чем та область, где мы можем наблюдать, постоянно появляющихся в экспоненциально расширяющемся пространстве, и описывает мультивселенную. Важно понять, что сама по себе мультивселенная не является научной теорией. Она не делает предсказаний каких-либо наблюдаемых явлений, которым мы могли бы получить доступ из нашего уголка пространства. Вместо этого мультивселенная – это теоретическое предсказание, вытекающее из законов физики, понимаемых нами сегодня. Наилучшим образом. Возможно, она – неизбежное следствие этих законов. Если у вас есть инфляционная Вселенная, управляемая квантовой физикой, то вам предрешено прийти именно к такому выводу. И как же тогда могут выглядеть другие Вселенные? В 1980-х годах Хокинг вместе с американским астрофизиком Джеймсом Хартлом разработал новую теорию возникновения Вселенной. Эта теория решила одну проблему, но создала другую, или даже бесконечное число других. В соответствии с теорией Хартла-Хокинга, некоторые из параллельных Вселенных похожи на нашу. В них существуют похожие на Землю планеты, общества, похожие на наши, и даже сходные с нами люди. Другие Вселенные могут быть немного другими. Это может быть планета, похожая на Землю, но сохранившая популяцию динозавров. В-третьих, все может быть совсем по-другому. Без Земли. Возможно, даже без звезд и галактик. С другими законами физики. Тут возникает проблема, поскольку если существует бесконечное число Вселенных с бесконечными вариациями закона физики, то теория не может способствовать пониманию того, в какой именно Вселенной мы находимся, и каковы ее особенности по сравнению с другими. Именно этот парадокс в своей последней работе пытался решить Хокинг совместно с профессором Томасом Хертогом. В соответствии с теорией Хокинга-Хертога, параллельные миры существуют, но законы физики в них должны быть такими же, как в нашей. Это значит, что наша Вселенная типична, а значит выводы, которые мы делаем из наблюдений за ней, применимы и к параллельным мирам. Но мы помним, что идея мультивселенной – это всего лишь идея, и пока что нет подтверждения правильности тех или иных теорий. Также возможно, что во всех Вселенных не будут существовать одни и те же физические законы и константы. Некоторые Вселенные могут иметь больше или меньше измерений, чем наша. У нас их четыре, включая время. Где-то может присутствовать сильное повсеместно проявляющееся магнитное поле. Какие-то Вселенные могут иметь более слабую гравитацию или другие измененные фундаментальные физические величины. Возможно, все, и такие же ярко освещенные, способные поддерживать жизнь Вселенной, как наша, и темные, стерильные, безразмерные объемы рассеянных кварков и электронов, которые никогда не соберутся в сложную материю. Космолог Макс Тегмарк предложил следующую классификацию возможных миров. Уровень 1. Миры за пределами нашей видимой Вселенной. В ней метагалактические объекты. Уровень 2. Миры с другими физическими константами. Например, миры на других бранах в М-теории. Уровень 3. Миры, возникающие в рамках многомировой интерпретации квантовой механики. Она призвана объяснить традиционный двухщелевой эксперимент, где показано, что свет ведет себя и как волна, и как частица. Уровень 4. Конечный ансамбль. Включает все Вселенные, реализующие те или иные математические структуры. Касательно первого уровня миров, то затронутые нами вопросы видимой Вселенной и космической инфляции дают понятное представление о мультивселенной. Разные Вселенные возникли в разное время. Но мы ограничены только областью видимой нами Вселенной. А вот выдвинутая в теории струн предположение о мирах на других бранах можно рассмотреть на следующем примере. Для модели взяли группу Вселенных, каждая из которых имела 4 измерения, 3 пространственных и одно временное, и была встроена в полное многомерное пространство, названное Балк. Вселенные в такой модели называются бранами, сокращенные от мембрана. Вселенные в теории бран напоминают ломтики хлеба в буханке. Материя накрепко связана со своей браной, хотя физик-теорик Брайан Грин полагает, что гравитация может утекать между этими бранами. При всей спорности такого предположения некоторые физики используют его для объяснения того, почему гравитация – слабейшее взаимодействие в нашей Вселенной, а, возможно, даже не имеет собственной частицы, которая это взаимодействие переносит, подобно фотону, отвечающему за электромагнитные силы. Теорию бран можно проверить вполне доступными экспериментами. Грин предположил, что при столкновении частиц в большом адронном коллайдере осколки протонов на высоких энергиях могут выбрасываться в Балк. В нашем пространстве это приведет к утечке энергии, которую можно измерить. Если окажется, что энергия до столкновения не соответствует энергии после столкновения, то это будет указывать на ее переход из нашей Вселенной в пространство более высокого измерения, в котором плавают браны. В отличие от предыдущих версий мультивселенных, теория множественных миров уже имеет экспериментальные доказательства. Хотя и несколько странные. Например, эксперимент, в ходе которого источник излучает поток электронов в направлении экрана с двумя щелями. Если за прохождением электрона никто не наблюдает, он проявляет волновые свойства, то есть проходит одновременно через обе щели, и на стоящем позади экране появляется картинка из чередующихся черных и белых полос. Но если попытаться зафиксировать с помощью приборов, через какую щель проходит электрон, он начнет вести себя как частица. В разных вариациях этот эксперимент повторялся тысячи раз и все время давал одинаковые результаты. Кроме того, в этой модели Вселенные не разнесены на большое расстояние и не встроены в балк. Считается, что все они существуют в так называемом Гильбертовом пространстве бесконечной размерности. Полный список научно обоснованных гипотез Грина включает в себя еще две идеи мультивселенных – симуляция и голограмма. Описать теорию симулированных мультивселенных относительно легко. Каждая вселенная – симуляция, заполненная фрагментами кода, обладающими сознанием. Таких вселенных может быть бесконечное множество, от почти одинаковых до непредставимо разных. Путешествие между ними может происходить как по воле внешнего интеллекта, так если бы геймер перемещал персонажа из одной игры в другую, так и с помощью собственных технологий, разработанных обитателями. И, наконец, идея о том, что наша Вселенная всего лишь голограмма, впервые появилась в 90-х. И на сегодняшний день имеет столько же доказательств, сколько и теория инфляции. Голографическая Вселенная возникла как продукт теории передачи информации. Все, что мы воспринимаем как трехмерную реальность, на самом деле находится на двухмерной поверхности. Вспомни голограммы на банковских картах. Объект на картинке кажется трехмерным, но при этом мы воспринимаем его как двумерный. Если бы объект на голограмме, например, птица, обладал сознанием, он бы считал, что находится в трехмерной среде. Получается, что наша физическая реальность фактически расположена или точнее закодирована на границе меньшего измерения. А то, что мы видим в голограмме, имеет три измерения. Поверхность, которую мы отражаем, находится далеко, например, на краю Вселенной. По своей сути, это достаточно простая концепция, составленная всего из двух Вселенных — реальной и отраженной. Отправляйся на край Вселенной и столкнешься со своим настоящим «я», путешествующим тебе навстречу. И, наконец, давайте разберем теорию, названную «конечный ансамбль». Она включает все Вселенные, реализующие те или иные математические структуры. Вселенную, в которой ничего нет. Вселенную с абсурдным числом пространственных измерений. Вселенную в виде сыра. Вселенную, в которой работают только законы ньютоновской механики, которая, по утверждению Грина, наполнена твердыми бильярдными шарами. Разница между Вселенными в этой модели — число математическое. В нашей Вселенной есть свой собственный набор математических законов. В попытке понять, почему это так, и родилась гипотеза математической Вселенной, которая называется «конечным ансамблем». Предполагается, что миры, соответствующие различным наборам начальных состояний, физические константы или совсем других математических уравнений, можно рассматривать как одинаково реальные. Впрочем, это скорее философская, чем космологическая версия мультивселенной. Так что, какими бы ни были другие Вселенные, рано или поздно мы узнаем об этом. То, что когда-то сделали для науки Кеплер, Коперники и Бруно, в наше время делали, продолжают делать Андрей Линде, Брайан Грин, Стивен Хокинг и многие другие ученые. Возможно, в какой-нибудь другой Вселенной кто-нибудь тоже работает над этими вопросами. Время покажет. Есть ли жизнь во Вселенной? Или мы одиноки в галактике? Ночное звездное небо просто завораживает и никого не оставляет равнодушным. Глядя на звезды, мы часто задаем себе вопрос. Есть ли кто-то еще там, в далекой галактике? Тема инопланетных цивилизаций беспокоит как ученых по всему миру, так и обычных людей. Не зря тысячи людей по всему миру рассказывают, что видели НЛО или даже контактировали с пришельцами. Некоторых даже похищали инопланетяне, по их же рассказам. На эту тему снято множество документальных и фантастических фильмов, но до сих пор не найдено ни одного бесспорного доказательства присутствия внеземных цивилизаций. В этом и заключается парадокс Ферми. Энрико Ферми – нобелевский лауреат, который внес огромный вклад в квантовую механику и теоретическую физику. Но его имя часто на слуху совсем по другому поводу. Однажды он, выслушивая серьезные доводы и рассказы своих коллег о том, что в галактике существует множество цивилизаций, спросил – и где они все? Свое мнение по этому вопросу он сформулировал так – во Вселенной все подчиняется одним и тем же законам, и любая другая цивилизация могла бы располагать теми же технологическими возможностями, что и земляне. У нас есть проекты космолетов, которые могли бы доставить людей к ближайшим к нам звездам. Соответственно, такие же корабли могут быть и у других цивилизаций. Это значит, что за миллионы лет инопланетяне должны уже были расселиться во Вселенной и колонизировать многие планеты, подходящие для жизни. Будь в галактике иные цивилизации, они бы давным-давно добрались до нас. Отсутствие следов инопланетян на Земле – весомый аргумент в пользу версии, что внеземных цивилизаций не существует. Еще с 1961 года ученые пытаются распознать радиосигналы от других цивилизаций. И все это время безрезультатно. На сегодня нам известно, что в радиусе тысячи световых лет от нашей планеты нет ни единой цивилизации, которая посылала бы нам сигнал любым известным нам способом. Судя по темпам развития космических аппаратов, мы вскорем времени сможем отправить к Альфа-Центавре межзвездные зонды. А прошло совсем мало времени с того момента, как первый человек побывал в космосе. Поэтому через сотни и тысячи лет, может быть, человечество сможет путешествовать по нашей и другим галактикам. Уравнение Дрейка В 1961 году астроном Фрэнк Дрейк предложил простую формулу для вычисления количества развитых цивилизаций в галактике. Много кто пытался решить это уравнение, но пока оно не имеет окончательного варианта. По примерным данным, выходит, что существует всего две развитые цивилизации. И одна из них — мы. А какая же другая, и где она? Шкала Кардашова Эта шкала была разработана советским астрофизиком. Метод заключается в классификации цивилизаций по количеству полезной энергии, которую можно использовать. Так, Кардашов разделил цивилизации на три типа. Цивилизация, использующая всю доступную энергию на планете. Цивилизация, которая может использовать излучаемую звездой энергию. Цивилизация, которая способна использовать всю энергию галактики. По подсчетам ученого Карла Сагана, мы практически приблизились к цивилизации первого типа. Чтобы достичь третьего типа, человечеству понадобится около миллиона лет. Достигнув второго и третьего типа, люди на нашей планете должны будут уметь передвигаться по галактике практически со скоростью света или даже быстрее. Давайте искать решение парадокса Ферми. Решение первое. Никого, кроме нас, нет и не было. Это одно из возможных объяснений. С этим было бы легко согласиться, живя во времена Аристотеля, по представлениям которого Вселенная была небольшим скоплением сфер, вращающихся вокруг Земли. Но наша Вселенная совсем не такая. Начиная с 21-го столетия, ученые находят новые звезды с планетными системами. А в одной из пяти таких планет есть планеты, очень похожие на нашу. И совсем не верится, что в таком разнообразии планет только на Земле возможна жизнь. Большинство астрофизиков считают, что такое решение парадокса Ферми наименее вероятно. Решение два. Жизнь на других планетах есть, но неразумная. Некоторые ученые считают, что в ближайшем времени мы сможем найти следы простейших организмов на Марсе. Водоросли или микробы. Если такое решение верно, то напрашивается другой вопрос. Что же мешает множеству молекул превратиться в разумную форму жизни? Если зарождение нашей жизни исключение из правил, тогда пустота в нашей Вселенной объясняется великим фильтром, который ограничивает развитие других разумных существ. Некоторые специалисты считают, что мы еще преодолели такой фильтр, и поэтому непонятно, что нас ожидает в дальнейшем. Теория великого фильтра говорит о том, что каждая цивилизация во время своего развития упирается в какой-то барьер, который не дает ей возможности достичь третьего типа, когда цивилизация способна использовать всю энергию галактики. Решение три. Разумная жизнь существует, но молчит. Такое решение парадокса еще известно как гипотеза зоопарка. Существует несколько вариантов такого решения. Возможен вариант, что мы еще очень примитивны, и другие цивилизации просто не видят смысла в общении с нами. А может, другие цивилизации решили, что, показавшись нам, это приведет к их уничтожению межгалактическими колонизаторами. А самый безумный вариант наша Вселенная представляет собой масштабную компьютерную симуляцию. Решение четыре. Разумные цивилизации посещали нашу планету в прошлом. Земная цивилизация развивается. В лучшем случае последние пятьдесят тысяч лет. А письменность изобрели чуть более пяти тысяч лет назад. Поэтому, если бы даже наши далекие предки сталкивались с внеземными существами, они бы просто не смогли оставить нам эту информацию. Решение пять. Галактику уже давно колонизировали, а мы находимся в спокойном и укромном месте. Мы можем и не знать, что галактику уже колонизировали. А нам, возможно, повезло, что мы находимся в каком-то захолустье, куда другие цивилизации никак не доберутся. Решение шесть. Разумные расы ведут себя тихо, чтобы избежать встреч с опасными цивилизациями. Быть может, существует некая хищная цивилизация, которая представляет серьезную опасность для всех остальных. И разумные цивилизации об этом знают и молчат. А мы, посылая радиосигналы во Вселенную, скорее всего, поступаем весьма опрометчиво. Ведь мы совсем не знаем, что может нас ожидать. Быть может, следует получше все изучить, прежде чем предпринимать более радикальные шаги. Решение семь. В галактике существует особая сверхцивилизация, которая уничтожает другие цивилизации. Возможно, эта сверхразвитая и разумная цивилизация считает другие цивилизации угрозой, поэтому истребляет их, когда те начинают развиваться. Согласно теории, та цивилизация, которая первой достигла своего максимального развития, будет уничтожать другие. Решение восемь. Наши технологии не способны распознавать сигналы от других цивилизаций. Либо наши приборы весьма примитивны, либо время на других планетах идет совсем не так, как у нас. Мы просто не можем уловить и понять другие сигналы. Решение девять. Контакт с пришельцами давно налажен. Но сильные мира сего скрывают это от нас. Самый абсурдный вариант из всех. Но он имеет право быть. Решение десять. Сверхразумные цивилизации среди нас. Но мы их не замечаем. Скорее всего, для таких цивилизаций человечество похоже на муравьев. При всем желании они не смогут с нами общаться, ведь мы не можем научить муравьев пользоваться интернетом. Может существовать огромное множество причин для того, чтобы другие цивилизации молчали. Ни одну теорию невозможно стопроцентно доказать. Поэтому и сейчас, когда не найдено следов внеземных цивилизаций, парадокс Ферми не дает покоя многим ученым. А как считаете вы? Мы сможем когда-либо встретиться с инопланетной цивилизацией? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. Сложно представить наше ночное небо без Луны. Кто-то сравнивает ее с головкой сыра, кто-то видит на ней незамысловатую мордашку, пристально наблюдающую за ночной жизнью. А кому-то она просто освещает вечерний путь. Луна — это первый спутник планеты, находящийся к Солнцу ближе всего. Наши соседи, Меркурий и Венера, вращаются в пространстве, не имея ни одного спутника. Но вот уже Марс может похвастаться двумя естественными спутниками. А дальше больше. Только представьте себе, в 2019 году астрономы открыли 20 новых спутников Сатурна. Благодаря чему он стал рекордсменом в Солнечной системе по количеству известных спутников. Их у него аж 82. Вот это действительно оживленное движение. А еще говорят, что в космосе сплошная пустота. Остальные планеты нашей системы тоже имеют по несколько десятков спутников. Однако сегодня нам бы хотелось выяснить, а какие из этих лун можно назвать самыми интересными. Давайте узнаем. Ганимед. Ганимед — это самый большой спутник в Солнечной системе. И обращается он вокруг Юпитера. У него даже есть собственное магнитное поле. Его диаметр равен 5268 километрам, что на 8% больше, чем у Меркурия. При этом масса Ганимеда составляет всего 45% массы того же Меркурия. Но среди спутников планеты она рекордно велика. Луну Ганимед превышает по массе в 2,02 раза. Он как нельзя кстати подходит своему хозяину Юпитеру. Этот спутник открыл Галилео Галилей, а название ему дал другой астроном — Симон Марий, в честь виночерпия на пираху Зевса — Ганимеда. К слову сказать, Марий дал имена и некоторым другим спутникам. Поэтому с его легкой руки имена героев античной мифологии стали широко распространяться в открываемом мире лун. В обиходе спутники иногда так называют — лунами. Некоторые ученые считают, что наиболее перспективным небесным телом для колонизации является не Марс, а Титан — спутник Сатурна. Он обладает плотной атмосферой, на треть плотнее земной. И на нем, вероятно, есть вода, из которой можно получить кислород. Эта же атмосфера надежно защищает его от космической радиации. И к тому же Титан — единственное кроме Земли небесное тело, на котором доказано существование жидкости на поверхности. Одна беда — местная атмосфера состоит в основном из метана и других непригодных для дыхания газов. К тому же тут очень холодно — около минус 180 градусов Цельсия. Второй по размеру спутник Юпитера — один из четырех галилеевых спутников, и самый удаленный среди них от планеты — это Калиста. Является третьим по величине спутником в Солнечной системе после Ганимеда и Титана. Диаметр Калиста составляет около 99% диаметра Меркурия. Был открыт в 1610 году Галилео Галилеем. Назван по традиции в честь персонажа древнегреческой мифологии Калиста — любовницы Зевса. Тем не менее, сама эта Луна — не самый красивый объект в нашей системе. Он известен как спутник с наибольшим количеством кратеров, которыми покрыта практически вся его поверхность. Геологической активности на Калиста нет, поэтому и рельеф не сглаживается. Ио — спутник Юпитера. Ио является самым геологически активным телом Солнечной системы, так как на его поверхности находятся более 400 действующих вулканов. У некоторых вулканов выбросы настолько мощны, что поднимаются на высоту 500 километров. Ио в основном состоит из силикатных пород, окружающих расплавленное ядро из железа или сернистого железа. Большую часть поверхностей Ио занимают равнины, покрытые серой или замерзшим диоксидом серы. Но на поверхности этой Луны также можно заметить более 100 гор, которые выросли благодаря сжатию коры спутника. Некоторые из этих пиков выше земного Эвереста. Единственный известный спутник, вращающийся в противоположную планете сторону, — это Тритон, спутник Нептуна. Тритон — один из немногих геологически активных спутников в Солнечной системе. О его сложной геологической истории свидетельствуют следы тектонической активности. Замысловатый рельеф и многочисленные криовулканы, извергающие азот. Средняя температура поверхности Тритона составляет минус 235 градусов Цельсия. Это настолько холодная поверхность, что азот, вероятно, оседает на ней в виде иния или снега. Таким образом, Тритон предположительно является самым холодным объектом в Солнечной системе из тех, что обладает геологической активностью. Миранда — спутник Урана. Смена сезонов на Миранде очень своеобразна. Каждый полюс этого спутника 42 года находится в полной темноте, и 42 следующие года непрерывно освещен. Миранда обладает уникальной в своем роде поверхностью с большим разнообразием форм рельефа. Это трещины, разломы, долины, кратеры, хребты, углубления, скалы и террасы. Ее поверхность вся будто изрезана, и именно здесь находятся самые глубокие ущелья в Солнечной системе, в десяток раз глубже самых глубоких каньонов Земли. Харон — спутник карликовой планеты Плутон. Его диаметр составляет приблизительно 1200 километров. В 2006 году Харону предполагалось присвоить статус планеты, что в таком случае система Плутон-Харон считалась бы двойной планетой. Однако в окончательном варианте резолюции было введено понятие «карликовая планета». К этому новому классу объектов был отнесен Плутон, а Харон остался классифицироваться как спутник Плутона. В июле 2015 года американский зонд «Новые горизонты» впервые в истории достиг Плутона и Харона и исследовал их с пролетной траекторией. Были сделаны снимки, как видимой при максимальном сближении стороны, так и обратной. Ее снимки были сделаны перед сближением и поэтому имеют более низкое разрешение. На них отчетливо видно, что Харон заметно темнее Плутона. Похоже, что эти объекты существенно отличаются по составу. В то время как на поверхности Плутона много азотного льда, Харон покрыт водяным льдом, и его поверхность имеет более нейтральный, менее красноватый цвет. Япет — спутник Сатурна. На Япете находится уникальный горный хребет, который кольцом опоясывает экватор спутника. Его высота достигает 13 километров, ширина — 20 километров. Отдаленно что-то в этом напоминает космический грецкий орех. Переднее полушарие Япета черное, как копоть, а заднее, ведомое полушарие, блестит почти столько же ярко, как свежевыпавший снег, и соперничает с одним из самых ярких объектов в Солнечной системе — спутником Юпитера Европой. Кстати, опоясывающий хребет есть и у дальнего соседа Япета — Пана, который имеет необычную форму, напоминающую пельмень. Предположительно, такая форма объясняется оседанием материала колец Сатурна на поверхность Пана. Еще один спутник газового гиганта Сатурна, опоясанного системой колец — Мимас. Фанаты «Звездных войн», взглянув на его фото, сразу обнаружат его сходство со «Звездой смерти» из знаменитой франшизы. При диаметре около 400 километров Мимас — самое маленькое в Солнечной системе небесное тело круглой формы. И в прошлом какое-то столкновение едва его не раскололо. Ударный кратер «Гершель» имел диаметр около 30% от диаметра самого Мимаса. И трещины, оставшиеся от чудовищного импакта, хорошо видны даже на противоположной стороне спутника. Следующими на очереди в нашей подборке будут сразу две Луны — Фобос и Деймос. Страх и ужас, как назвал их американский астроном Ассов Холл. Единственные спутники Марса получили свои имена в честь сыновей древнегреческого бога войны Ариса, он же Марс в римской мифологии. Так что с именами все предельно ясно. Кстати, астрономы искали их довольно давно перед тем, как открыть. Еще в путешествиях Гулливера Джонатана Свифта, написанных почти 300 лет назад, говорится, что астроном летающего острова Лапуты открыли два спутника Марса. Интересно еще и то, что Деймос с каждым оборотом вокруг планеты увеличивает радиус своей орбиты, а Фобос наоборот уменьшает. Так что в будущем Деймос может улететь в космос, а Фобос упасть на Марс, спровоцировав небывалые для тамошних мест катаклизмы. Но это будет еще не скоро. Вот такие вот интересные и необычные Луны вращаются вокруг планет нашей с вами Солнечной системы. Как здорово было бы, если побольше исследовательских кораблей вылетало с нашей планеты для исследований всего этого спутникового разнообразия. Границ нашей Вселенной не знает ни один человек. Но вне зависимости от того, есть ли у нее предел или нет, она таит в себе множество тайн и странностей. Ученые со всего мира заняты изучением объектов, которые ежедневно продолжают расширять наши знания об устройстве Вселенной. И порою в своих изучениях они натыкаются на весьма странные объекты, которые противоречат, на первый взгляд, известным законам мироздания. Давайте же узнаем о самых странных объектах во Вселенной. Темная материя Темная материя, являющаяся одной из самых великих тайн в современной астрофизике, представляет собой гипотетическую материю, которую невозможно увидеть с помощью телескопов. Тем не менее, считается, что приблизительно 85% материи во Вселенной является темной материей. Она не испускает электромагнитного излучения, достаточной для наблюдения интенсивности. Но ее можно наблюдать по гравитационным эффектам. Как известно из законов гравитации, скорость вращения галактических объектов и скоплений галактик зависит от расстояния до центра масс и распределения массы внутри. Сопоставив известные формулы и астрономические наблюдения, был получен парадоксальный результат. Массы галактик намного больше, чем мы видим. Квазар Квазар, классифицируемый как так называемое активное галактическое ядро, по сути является экстремально сильно светящимся диском материи, окружающим черную дыру. Квазары считаются самыми яркими известными объектами в космосе, способными светить в 100 раз ярче, чем весь Млечный Путь. Гигантский водный резервуар. Огромное облако водяного пара, расположенное примерно в 10 миллиардах световых лет от нас, содержит приблизительно в 140 триллионов раз больше воды, чем ее содержится во всех океанах Земли вместе взятых. Если быть точнее, речь идет об оболочке, окружающей квазар и содержащей водяной пар. Область вокруг квазара имеет протяженность около сотни световых лет. Окружение квазара уникально, поскольку в нем возникает гигантская масса воды. Это еще раз показывает, что вода распространена повсюду во Вселенной, даже в очень ранние времена. Гигантская древняя черная дыра. Это открытие было сделано международной командой исследователей в 2015 году. Была обнаружена гигантская древняя черная дыра, которая снабжала энергией самый яркий в ранней Вселенной квазар, расположенный на удалении 12,8 миллиардов световых лет от нас. Масса самой черной дыры превосходит массу нашего светила в 12 миллионов раз, а энергия, которую забирает квазар, превосходит солнечную в квадриллион раз. Сам квазар появился всего лишь через 900 миллионов лет после предполагаемого Большого взрыва. Согласно всем существующим моделям, неясно, как черная дыра смогла за такой короткий период времени набрать столь невероятную массу. Пульсар. Пульсар представляет собой плотную, сильно намагниченную, вращающуюся нейтронную звезду, которая спускает луч электромагнитного излучения. В прошлом астрономы считали, что излучение, которое можно наблюдать, когда оно направлено в сторону Земли, было инопланетной формой общения. В 2020 году астрономы США и Польши установили, что причиной того, что этот тип нейтронных звезд действует как радиомаяки, является взаимодействие между электрическими и магнитными полями у поверхности объекта. Планеты-сироты. Планеты-сироты, также известные как планеты-странники или квази-планеты, представляют собой объекты, обладающие массой, сопоставимой с планетарной, которые сошли со своих орбит и бесцельно путешествуют по космосу. Самая близко расположенная к Земле планета-сирота, обнаруженная на сегодняшний день, находится на расстоянии семи световых лет. Про другой подобный загадочный объект неизвестно почти ничего. Ни как он появился, ни что случилось с его звездой. Ученые выяснили, что планета очень молодая, ей всего лишь 12 миллионов лет. Это газовый гигант, масса которого в 6 раз больше массы Юпитера. Находится это небесное тело на расстоянии 80 световых лет от Земли. Ученые никогда прежде не видели свободно летящего в космосе объекта, подобного этому. Планету можно наблюдать, используя телескоп. По мнению экспертов, температура на поверхности составляет плюс 885 градусов Цельсия. Планета из горячего льда. Планета из горячего льда, официально известная как Глизе 436 b, это экзопланета размером с Нептун, которая вращается на орбите вокруг красного карлика Глизе 436. Несмотря на то, что температура планеты достигает плюс 40309 градусов Цельсия, ее водная поверхность не испаряется. Вместо этого молекулы образуют своего рода горячий, сильно спрессованный лед. Столпы творения. Столпы творения, напоминающие картину из научно-фантастического пейзажа, на самом деле являются фотографией, сделанной космическим телескопом Хаббл в туманности Орла, расположенной в 7000 световых годах от Земли. Столпы, состоящие из охлажденного молекулярного водорода и пыли, по сути являются семенами новых звезд. Название столпы творения объекты получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звезд с одновременным разрушением облаков по цветам уже образовавшихся звезд. Падающие звезда. Наверное, все знают о том, что то, что мы называем падающими звездами, на самом деле являются метеоритами, падающими сквозь атмосферу. Тем не менее, падающие звезды существуют на самом деле. Например, мира является красным гигантом, который падает сквозь галактику достаточно быстро, чтобы у этой звезды появился хвост, подобный тому, который мы видим у комет. Астрономы были изрядно удивлены. Дело в том, что мира исследуется вот уже на протяжении 400 лет, и до сих пор никто не замечал в ней никаких особенных странностей. Впрочем, объясняется это довольно просто. Никто не наблюдал ее в ультрафиолете. Обнаруженный хвост простирается в пространстве на целых 13 световых лет, что почти в три раза больше, чем дистанция до ближайшей к Солнцу звезды, Проксимы Центавра. Алмазная планета. Алмазная планета, официально известная как 55 Рака-И, Рака-Е, обладает массой, превышающей массу Земли в 7,8 раз. Считается, что эта планета содержит огромные залежи угля, который может быть в форме алмазов. Согласно подсчетам Форбса, эта планета может стоить порядка 27, но не леонов долларов. Это 27 с 30 нулями. Гигантская алмазная планета когда-то была частью бинарной системы звезд, пока ее партнер не начал ее пожирать. Однако звезда не смогла унести свое углеродное ядро с собой, и углерод просто превратился в алмаз под действием высокой температуры и гигантского давления. С температурой поверхности 1648 градусов по Цельсию условия были почти идеальными. Треть массы планеты – чистый алмаз. В то время как Земля покрыта водой и изобилует кислород. Эта планета состоит из графита, алмаза и нескольких силикатов. Замороженная звезда. В то время как большинство известных звезд является очень горячими, например, температура поверхности Солнца составляет 5600 градусов Цельсия, совсем недавно была обнаружена холодная звезда. Замороженная звезда, официально известная как WISE 0855-0714, является коричневым карликом с температурой, колеблющейся между минус 48 и минус 13 градусов Цельсия. В 2016 году астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Крузе с помощью телескопа обсерватории Gemini обнаружили в атмосфере звезды облака из воды и водяного льда. Ученые из Эдинбургского университета рассчитали, что в атмосфере звезды имеется слой толщиной 100 километров, где температура сохраняется в пределах от минус 73 до минус 23 градусов Цельсия, а плотность воздуха колеблется между 0,4 и 1,2 миллиграммов на сантиметр кубический. По их мнению, в этом слое может зародиться органическая форма жизни. Крупнейшие гамма-рентгеновские пузыри Fermi. В 2010 году астрономы обнаружили в данных космической обсерватории Fermi достаточно странное явление. Из центра Млечного пути в окружающее пространство вырываются две гигантские шарообразные структуры размером около 50 тысяч световых лет. Эти образования видны только в диапазоне гамма-рентгеновского излучения. Природа пузырей по сей день неизвестна, однако ученые предполагают, что они могли образоваться в результате активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути. На заре жизни нашей галактики ее активное ядро испускало потоки плазмы, так называемые джеты, или релятивистские струи. Вероятно, пузыри Fermi являются своеобразным следом этих потоков. Сверхпустота Сверхпустота Эридана Большинство из нас, вероятно, считают космос пустым. Однако с открытием квантовой физики мы знаем, что даже пустое пространство не является действительно пустым, но содержит незначительное количество газа, энергии и виртуальных частиц, которые появляются и исчезают. Поэтому все еще довольно удивительно найти области пространства, которые почти полностью лишены всех видов материи. Самая большая из этих пустот найдена в созвездии Эридана. Она простирается на площади пространства, равной одному миллиарду световых лет. Многие физики выдвинули несколько очень интересных теорий о происхождении этой пустоты. Одна из них гласит, что пустота — это отпечаток параллельной Вселенной, с которой было столкновение в далеком прошлом. Другая говорит, что регион может быть домом для черной дыры. Газовая туманность по имени «Мыльный пузырь». Красивая симметричная туманность плавает в поле созвездия Лебедя. Ее открыли всего несколько лет назад, поэтому ее нет во многих астрономических атласах. Больше всего удивляет форма и внешний вид туманности. Она напоминает настоящий «Мыльный пузырь», и именно такое прозвище ей дали ученые. Туманность по имени «Голова ведьмы». Настоящее имя туманности — IC 2118. Она находится в южном созвездии Эридана на расстоянии тысячи световых лет от Солнца. Больше всего удивляет именно ее очертание, которое напоминает голову ведьмы. Мы видим туманность из-за звезды Ригель. За счет ее излучения очертания головы ведьмы отражаются и видны в телескоп из Земли. Выводы. Подведя итог, скажем, что наблюдаемая Вселенная содержит приблизительно 10 миллионов сверхскоплений, 350 миллиардов больших галактик, таких как Млечный путь, 25 миллиардов галактических групп, 7 триллионов карликовых галактик с триллионами звезд. И это приводит к размышлению, что еще много странных объектов во Вселенной остаются для нас неизвестными. Задумались ли вы, о чем может рассказать нам Солнце, если бы оно умело говорить? Но самое интересное, что Солнце действительно умеет говорить. Конечно, не в привычном для нас смысле, а с помощью своего излучения. Так что же мы можем узнать о нашем светиле? Какие тайны оно скрывает и как это влияет на нас? Давайте разбираться. По спектральной классификации Солнце относится к типу G2V, желтый карлик, и состоит в основном из водорода и гелия. Но и другие элементы, как металлы, так и неметаллы, тоже присутствуют. Однако именно водород и гелий играют ключевую роль в нашей с вами жизни. На современном этапе в солнечном ядре идут термоядерные реакции, превращение водорода в гелий. Каждую секунду в ядре Солнца около 4 миллионов тонн вещества превращается в лучистую энергию, в результате чего генерируется солнечное излучение и поток солнечных нейтрино, самого масштабного излучения в нашей системе. Процессы в хромосфере и короне хорошо видны, в частности, в радиодиапазоне и рентгене. Японский спутник, запущенный в 1991 году, проводил наблюдение излучения Солнца именно в рентгеновском диапазоне, а также в ультрафиолетовых линиях, в которых их наблюдает телескоп Эйд космической станции СОХО. А вот то, что касается внутренностей нашей звезды, то этим занимается гелиосейсмология. Раздел астрономии, изучающий внутреннюю структуру и кинематику Солнца, по распространению сейсмических волн, в частности, акустических Пи-волн и поверхностных гравитационных волн, F-волны. Вообще, спектральный диапазон электромагнитного излучения Солнца очень широк, от радиоволн до рентгеновских лучей. Однако максимум его интенсивности приходится именно на видимый свет, желто-зеленую часть спектра. И самое интересное, что этот свет не попадает к нам на Землю молниеносно, сразу после своего зарождения. Над ядром звезды находится некая зона лучистого переноса. В этой зоне перенос энергии происходит главным образом с помощью излучения и поглощения фотонов. При этом направление каждого конкретного фотона, излученного слоем плазмы, никак не зависит от того, какие фотоны плазмой поглощались. Поэтому он может как проникнуть в следующий слой лучистой зоны, так и переместиться назад, в нижние слои. Из-за этого промежуток времени, за который многократно переизлученный фотон, изначально возникший в ядре, достигает следующей конвективной зоны, согласно современным моделям Солнца, может лежать в пределах от 10 тысяч до 170 тысяч лет. А уже в конце конвекции, где внутренняя энергия передается струями и потоками самого вещества, фотон перемещается к поверхности гораздо быстрее. По современным данным, роль конвективной зоны в физике солнечных процессов исключительно велика, так как именно в ней зарождаются разнообразные движения солнечного вещества. Массы поднимающегося вещества в конвективной зоне вызывают на поверхности Солнца гранулы, которые, по сути, являются вершинами поднимающегося вещества. Так образуется и чистая структура его поверхности, а фотон, который мог зародиться десятки тысяч лет назад, устремляется дальше. Но и после всего этого солнечному свету требуется целых 8 минут, чтобы пройти расстояние до Земли, где мы сможем его встретить собственной кожей. Для людей, животных и растений солнечный свет является очень важным. У значительной их части свет вызывает изменение циркадного ритма, то есть интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Так на человека, по некоторым исследованиям, оказывает влияние свет интенсивности более тысячи люкс, причем его цвет имеет значение. В тех областях Земли, которые в среднем за год получают мало солнечного света, например, в Тунде, устанавливается низкая температура до минус 35 градусов зимой, короткий сезон роста растений, малое биоразнообразие и низкорослая растительность. Да и земная поверхность и нижние слои воздуха, тропосфера, где образуются облака и возникают другие метеорологические явления, также получают энергию от Солнца. Если задуматься, то даже энергия, запасенная в нефти и других видах ископаемого топлива, обязана своим появлением солнечному излучению, так как в далеком прошлом эта энергия была получена путем фотосинтеза и потом преобразована из органических остатков растений. А вот под действием ультрафиолета еще и образуется жизненно необходимый витамин D. Кстати, при его недостатке возникает серьезное заболевание – рахит. Из-за недостатка ультрафиолетовых лучей может нарушиться нормальное поступление кальция, вследствие чего усиливается хрупкость мелких кровеносных сосудов, увеличивается проницаемость тканей. Цвет кожи человека в различных регионах нашей планеты зависит от угла, под которым Солнце стоит над горизонтом в середине дня. Это обусловлено тем, что угол Солнца влияет на приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции. Ультрафиолетовый спектр солнечного излучения оказывает еще и дезинфицирующее влияние. Он убивает бактерии и грибки, в том числе и те, что могут паразитировать на человеке. Однако длительное действие ультрафиолета способствует развитию меланомы – различных видов рака кожи, ускоряет старение и появление морщин. Но в защите от этого избыточного излучения нам помогает озоновый слой. И чувство меры, конечно. С помощью компьютерных моделей звездной эволюции ученые сделали вывод, что приблизительный возраст Солнца составляет 4,5 миллиардов лет. Считается, что звезда такой массы, как Солнце, должна существовать до перехода к стадии красного гиганта около 10 миллиардов лет. Таким образом, сейчас Солнце находится примерно в середине своего жизненного цикла. Когда же Солнце начнет умирать, оно вырастет до таких размеров, что поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю. Приблизительно к возрасту более 12 миллиардов лет ядро Солнца разогреется настолько, что запустит процесс горения водорода в окружающей его оболочке. Это повлечет за собой бурное расширение внешних оболочек светила. В этой фазе радио Солнца увеличится в 256 раз по сравнению с нынешним. Солнце вращается вокруг Млечного Пути со скоростью 217 километров в секунду, делая один оборот за 225-250 миллионов лет. А еще у Солнца, как и у любой звезды, есть своя атмосфера. Верхняя граница солнечной атмосферы простирается за орбиты Нептуна и Плутона. И за всю историю освоения космоса за ее пределы вышло лишь несколько космических аппаратов. Voyager 1 и Voyager 2. Одним из первых, кто попытался взглянуть на Солнце с научной точки зрения, стал греческий философ Анаксагор. Он утверждал, что Солнце – это не колесница Гелиоса, как учила греческая мифология, а гигантский раскаленный металлический шар. За эти еретические домыслы он был брошен в тюрьму, приговорен к смерти и освобожден только благодаря вмешательству афинского государственного деятеля Перикла. Но это было давно, а сейчас, согласно некоторым теориям, вблизи таких массивных объектов, как звезды, время может искажаться под воздействием чудовищной гравитации. Если это верно, то возле Солнца время может течь иначе, чем вдали от него. Но это сложно объяснить и еще сложнее проверить на практике. Гораздо легче было бы установить, что Солнце имеет сильное магнитное поле, напряженность и направление которого меняется приблизительно каждые 11 лет. Все знают про вспышки на Солнце, которые могут вызывать сбои в работе электронных систем и негативно влиять на организм человека. Тут есть закономерность. Цикл активности вспышек составляет 11 лет, поэтому их можно хоть как-то спрогнозировать. Солнце излучает тепло и постоянный поток ионизированных частиц, именуемый солнечным ветром. Он истекает из солнечной короны со скоростью от 300 до 1200 км в секунду, распространяясь по окружающему космическому пространству. На Землю доходит только 40% солнечного излучения. 60% излучения же отражается и уходит обратно в космос. Но если светимость Солнца упадет всего на 1%, на Земле наступит ледниковый период. Так почему же светит Солнце? К верному ответу на данный вопрос впервые подобрался британский физик Эрнест Резерфорд, который предположил, что в Солнце происходит радиоактивный распад, а именно он является источником энергии звезды. Позже, в 1920 году, английский астрофизик Артур Эдингтон развил мысль Резерфорда, утверждая, что в ядре Солнца может протекать реакция термоядерного синтеза под действием внутреннего давления собственной массы Солнца. Спустя 10 лет были рассчитаны основные реакции синтеза, порождающие наблюдаемое количество энергии. К тому же, происходящие на Солнце реакции генерируют неподдающееся подсчету число нейтрино, крошечных частиц, которые уносятся в пространство вместе с солнечным ветром. Пока вы смотрите это видео, миллионы нейтрино проходят сквозь ваше тело. Но вы этого не замечаете, потому что нейтрино крайне слабо взаимодействует с любым веществом. Солнечный ветер может использоваться в качестве движущей силы. Рабочие солнечные паруса, с помощью которых космические аппараты разгоняются давлением звездного ветра, уже давно существуют. Полярное сияние вызывается именно солнечным ветром, сталкивающимся с верхними слоями атмосферы нашей планеты. А вот во что поверить действительно сложно, так это в то, что на Солнце есть вода, и ее там на порядке больше, чем на Земле. Она существует там в виде водяного пара, зажатого в одном из слоев недалеко от поверхности. Так как молекулы, в том числе молекулы воды, чувствительны к температуре, то преимущественно они образуются в областях низкой температуры. На Солнце такими участками являются солнечные пятна, имеющие температуру всего около 4,5 тысяч градусов. Окружены они областями с температурой 6 тысяч градусов. Именно в пятнах, а также в очень узком слое под поверхностью Солнца, называемом областью температурного минимума, сосредоточены основные запасы воды на Солнце. Так что в некотором смысле, когда в Средневековье люди полагали, что солнечные пятна – это озера воды, на солнечной поверхности они были в каком-то смысле не очень далеки от истины. Это иронично и немного странно. Но знание не всегда приносит понимание. К примеру, ранние люди думали, что плоская Земля покоится на трех китах, стоящих на огромной черепахе. С появлением телескопов и более того науки астрономии, стало понятно, что мы живем на планете, имеющей форму геоида. Но, как это ни парадоксально звучит, большое количество знаний приносит большое количество вопросов. Если раньше молнию можно было объяснить прихотью бога Зевса, то теперь доказано, что это физическое явление, возникающее в результате большого статического заряда в атмосфере. И появляется целая череда новых вопросов. Что влияет на это явление, как оно происходит и в других, также и с Вселенной, которая находится вокруг нас. Ученые до сих пор не знают, из чего она состоит, а развивают различные теории на этот счет. Одной из самых распространенных и интересных является теория темной материи. Это специальный термин, обозначающий вещество, не участвующее в электромагнитном воздействии. Интересно то, что из-за этого материя недоступна для прямого наблюдения, а значит, нет прямых доказательств ее существования. Но есть косвенные факторы, указывающие на наличие темной материи в космосе. Ученые открыли этот термин для того, чтобы объяснить проблему скрытой массы в эффектах аномально высокой скорости вращения внешних областей галактик. Согласно этой теории, темная материя занимает около 25% всей Вселенной. А в сочетании с темной энергией этот показатель доходит до 95%. Для сравнения, обычная материя, которую мы привыкли видеть каждый день, занимает всего около 5% массы. Впрочем, это не единственные тайны и удивительные открытия, которые хранит темная материя. Особенности темной материи Темная материя – одно из самых загадочных и в то же время самых распространенных веществ во Вселенной. Да, ученые не могут ее видеть, но могут изучать. Мы можем сказать, что темная материя существует, и даже сделать выводы о некоторых ее свойствах, наблюдая, как она влияет на материю и свет, которые мы можем наблюдать, особенно в крупномасштабных астрофизических средах. Но тот факт, что темная материя до сих пор ускользает от прямого лабораторного обнаружения, означает, что ряд ее свойств остается открытым вопросом. Пока известно, что темная материя должна быть холодной по своей природе. Теоретически, любая до сих пор неоткрытая частица, ответственная за темную материю, может иметь любую массу. Более того, она могла быть создана, двигаясь быстро или медленно, или не двигаясь вообще, относительно скорости света. Но если темная материя перемещается быстро, ее свойства подавят образование структуры в малых масштабах, что приведет к структурам, отличным от того, что мы можем наблюдать. В частности, у нас есть три линии наблюдательных свидетельств, которые ограничивают температуру темной материи. Гравитационное линзование квазаров, особенности поглощения света далеких объектов и приливные потоки энергии в окрестностях Млечного Пути. Все три косвенных свидетельства говорят об одном и том же. Темная материя должна быть либо достаточно тяжелой, либо рождена медленной. Другими словами, темная материя должна была быть холодной даже на самых ранних этапах существования Вселенной, а не горячей или теплой. Темная материя является инертной. Согласно выводам ученых, она не должна сильно взаимодействовать сама с собой, со светом или с нормальной материей. Нет сомнения в том, что если темная материя существует, то в молодой Вселенной должен был существовать путь для ее создания. Однако, каким бы ни был этот путь, эти взаимодействия больше не происходят и не происходили в большом количестве и в течение очень долгого времени. Эксперименты по прямому обнаружению не выявили темной материи, что ограничивает ее возможную массу и поперечное сечение. Она не поглощает и не размывает далекий звездный свет, а значит, это взаимодействие ограничено. Она не аннигилирует самим собой выше определенного порога, иначе в центрах галактик был бы виден большой и диффузный сигнал «гамма-излучение». Фактически, это на 100% соответствует отсутствию взаимодействия с помощью любого из известных механизмов. Если мы надеемся обнаружить темную материю напрямую, нам придется раздвинуть наши пределы познания еще больше, и даже в этом случае нет гарантии того, что мы получим дополнительные знания. Кроме того, эффекты темной материи преобладают в малых и самых маленьких галактиках. Это немного парадоксально, но подтверждено наблюдениями практически везде, куда бы не обратили внимание ученые. Согласно законам гравитации, все формы материи рассматриваются одинаково. Но другие силы, такие как ядерные и электромагнитные, действуют только на нормальную материю. Когда в галактике происходит большая вспышка и образуется новая звезда, все это излучение просто проходит через темную материю, но может также сталкиваться с нормальной материей и поглощаться ею. Это означает, что если общая масса галактики достаточно мала, эта нормальная материя может быть вытеснена интенсивными вспышками преобразования звезды. Чем меньше по массе галактика, тем большее количество нормальной материи будет вытеснено, в то время как вся темная материя останется. Наиболее яркие примеры карликовой галактики Сегуэ-1 и Сегуэ-3. Это соседи Млечного Пути. Содержат всего несколько сотен звезд, но имеющие в целом около 600 тысяч солнечных масс. Отношение темной материи к массе нормального вещества здесь составляет примерно 1000 к 1, в отличие от 5 к 1 в большинстве крупномасштабных структур. Темная материя вызывает гравитационные эффекты в местах, где нет нормальной материи. Это одно из самых убедительных доказательств того, что темная материя не может быть просто нормальной материей. Когда две группы или скопления галактик сталкиваются, межгалактический газ и плазма сталкиваются и нагреваются, испуская рентгеновское излучение. Но сигнал от массы, полученный в результате гравитационного линзирования, показывает, что большая часть массы находится в другом месте. Основной вывод состоит в том, что некая новая форма материи, темная материя, должна составлять большую часть массы Вселенной. Тайны темной материи Несмотря на наличие определенных знаний о темной материи, секретов у этого вещества гораздо больше. И как не стараются ученые, пока еще остается огромное количество интригующих тайн. К примеру, мы не знаем, какие частицы ответственны за темную материю, и даже частицы ли это вообще. Мы знаем только, что темная материя существует, что она не взаимодействует с самой собой, нормальной материей или излучением, и что она холодная. Но мы не знаем, какими свойствами он обладает на самом деле. Темная материя может быть любой, ведь все наши усилия по непосредственному обнаружению частицы или поля темной материи ни к чему не привели. Мы видим его астрофизические эффекты косвенно, и это очевидное доказательство. Но реальные частицы до сих пор не были обнаружены. Темная материя может быть однородной или неоднородной, и это влечет за собой целый ряд интересных вопросов. К примеру, существуют ли там темные атомы, темные молекулы или даже более крупные структуры, состоящие исключительно из темной материи? Возможно, существует целая темная Вселенная? Возможно, даже включая какую-то темную периодическую таблицу, состоящую из нескольких различных типов темных частиц, которые взаимодействуют друг с другом, но по своим физическим законам. Выводы. Впрочем, на данный момент ученые уже успели получить определенные знания и систематизировать их. Темная материя везде вокруг нас. Это название, которое мы уже дали неведомой массе во Вселенной, которая остается невидимой, а ее очень много. Исследования показывают, что около 70% Вселенной состоит из темной энергии. Остальные 25% состоят из загадочного вещества, известного как темная материя. Мы этого не видим, мы этого не понимаем, но мы знаем, что это где-то там. Она совершенно незаметна. Темную материю действительно трудно изучать, потому что у нас нет возможности ее увидеть. Это странное вещество не взаимодействует со светом, поэтому совершенно невидимо. Но как мы понимаем, что она существует? Все просто. Потому что темная материя косвенно влияет на Вселенную вокруг нас, создавая гравитационные и прочие аномалии. Темная материя связывает галактики вместе. Да, темную материю нельзя увидеть, но ее можно почувствовать, из-за ее мощного воздействия на космос. Темная материя оказывает гравитационную силу, что означает, что она притягивает к себе другую материю. А между тем, ее так много, что гравитационной силы достаточно, чтобы удержать вместе целые галактики, такие как наш Млечный Путь. Вот почему темную материю часто сравнивают с гигантской паутиной, объединяющей галактики на месте. Она искажает внешний вид пространства. Мы также можем увидеть эффекты темной материи, просто посмотрев на небо. Когда астрономы наблюдают далекие галактики, они часто кажутся вытянутыми и имеют странную форму. Этот эффект известен как гравитационное линзирование и вызван гравитационной силой темной материи. Эта сила настолько велика, что физически искривляет свет вокруг галактик, искажая их внешний вид. Ученые создали карты темной материи. Ученые смогли собрать воедино карты космоса, указывая, где, по их мнению, скрывается темная материя. Изучая реликтовую радиацию, оставшуюся после Большого взрыва, ученые могут определить области в космосе, где существует больше радиации. И чем больше радиации, тем больше материи. Таким образом, мы можем идентифицировать горячие точки, где могут быть сконцентрированы более высокие уровни темной материи. Мы не знаем, из чего состоит темная материя. Большинство ученых считают, что темная материя — это какая-то уникальная частица. Мы уже знаем о фотонах, электронах, кварках и многих других частицах. Но может быть много других, ожидающих своего открытия. Одна или несколько из этих неопознанных частиц могут быть ответственны за эффекты, такие как гравитационное линзирование и паутина, которые мы связываем с темной matriей. Темной материи может и не существовать. Забавно, но темная материя может быть неоткрытой частицей, или вообще ничем. Некоторые ученые считают, что эффекты, которые мы связываем с темной материей, на самом деле вызваны гравитацией. Возможно, наша существующая теория гравитации ошибочна, и эффекты, которые мы приписываем темной материи, могут быть просто причудой гравитации, которую мы еще не понимаем. Космические корабли охотятся за знаками, так темная материя – частица или следствие гравитации? Мы этого пока не знаем, и необходимы дополнительные исследования, прежде чем какая-либо теория будет доказана верной или ложной. Если частицы темной материи существуют, то они должны время от времени сталкиваться друг с другом, взаимодействие, которое производит излучение, и поэтому космические корабли были оснащены передовыми детекторами для поиска признаков этого излучения. Появились некоторые интересные результаты, но поиск веских доказательств все еще продолжается. В некоторых странах лаборатории темной материи спрятаны глубоко под землей. Если когда-либо будут найдены неопровержимые доказательства существования темной материи, они будут проявляться в виде очень маленьких эффектов. Интересно то, что, чтобы обнаружить эти крошечные сигналы, ученые создали лаборатории темной материи глубоко под землей, вдали от воздействия подавляющего фонового шума. К примеру, в Великобритании есть подземная лаборатория Боулби – лаборатория темной материи в северном Йоркшире, расположенная на глубине более тысячи метров под поверхностью Земли. И другие подобные объекты существуют по всему миру – от Канады до Австралии. Мы приближаемся к истине о темной материи. Когда дело доходит до темной материи, мы еще много не знаем, и некоторые загадки, возможно, никогда не будут раскрыты. Но по мере развития технологий мы приближаемся к истине. Темная материя может быть сложной, неуловимой и загадочной. Но ученые всего мира продолжат охоту, и то, что они обнаружат, может в конечном итоге изменить само наше представление о космосе. Трудно переоценить вклад, который привнес Альберт Эйнштейн в увеличение объема современных знаний. Открытая им теория относительности затронула многие отрасли науки, и благодаря ее переосмыслению количество новых теорий и открытий продолжает расти. Так, с помощью первого точного решения уравнения гравитационного поля, лежащего в основе общей теории относительности, немецкий астроном и физик Карл Шварцшельд предсказал теоретическую возможность существования областей пространства-времени, где известные законы физики работают не так, как мы к этому привыкли. А вернее, они не работают там вовсе. Позднее эти области стали называть черными дырами. Так что же такое черная дыра и какие тайны она в себе скрывает? Давайте узнаем. Массивная звезда, израсходовавшая все топливо, может превратиться именно в тот тип сверхплотной материи, который необходим для возникновения этого искривленного участка Вселенной. Звезда, схлопывающаяся под собственной тяжестью, увлекает за собой пространственно-временной континуум вокруг себя. Гравитационное поле становится настолько сильным, что даже свет больше не может из него вырваться. В результате область, в которой ранее находилась звезда, становится абсолютно черной. Это и есть черная дыра. Условно в строении черной дыры можно выделить внешнюю и внутреннюю ее часть. Внешняя поверхность черной дыры называется горизонтом событий. Это сферическая граница, на которой достигается баланс между силой гравитационного поля и усилиями света, пытающегося покинуть черную дыру. Если пересечь горизонт событий, вырваться будет уже невозможно. Однако один ученый обнаружил, что горизонт событий лучится энергией. Благодаря квантовым эффектам на нем возникают потоки горячих частиц, излучаемых во Вселенную. Это явление называется излучением Хокинга, в честь описавшего его британского физико-теоретика Стивена Хокинга. Несмотря на то, что материя не может вырваться за пределы горизонта событий, черная дыра, тем не менее, испаряется, и со временем она окончательно потеряет свою массу и исчезнет. Но эта интенсивность ничтожно мала для астрономических черных дыр. Даже если мы предположим, что поток вещества и излучения на черной дыру, скажем, массой в 10 солнечных масс отсутствует, время ее квантового распада чудовищно велико. Оно превосходит время существования нашей Вселенной более чем на 65 порядков. Это означает, что такие и более массивные черные дыры практически вечны. Для полного распада за время жизни Вселенной масса черной дыры должна быть меньше миллиарда тонн. Хотя такие дыры теоретически возможны, нет ни одного наблюдения, указывающего на их существование. В конце января 2014 года на сайте архив.орг появился припринт работы Стивена Хокинга, в которой тот предположил отказаться от понятия горизонта событий — формальной границы черной дыры, существование которой предсказывается в рамках теории относительности. Сделано это было для того, чтобы решить так называемую проблему фаервола или «стены огня», возникающую на стыке квантовой механики и теории относительности. Фаервол черной дыры — это гипотетическое явление, при котором наблюдатель, который попадает в черную дыру, встречает высокоэнергетические кванты возле горизонта событий. И проблема здесь заключается в том, что мы не можем точно сказать, что произойдет, если кто-то из нас перешагнет за этот горизонт событий. Будет ли информация о нас утеряна навсегда, что противоречит квантовой теории, либо сторонний наблюдатель все-таки получит какие-то данные о нашем состоянии и тем самым нарушит физические законы, по которым ничто не может вырваться за пределы горизонта событий. Поэтому горизонт событий предлагалось заменить так называемым «видимым горизонтом». Идея Хокинга отказаться от горизонта в пользу видимого горизонта не является новой и предлагалась раньше учеными из разных стран. Это в очередной раз свидетельствует, что черные дыры по-прежнему таят в себе множество ответов, способных объяснить их природу, а современные теории нуждаются в доработке. Известно также, что черная дыра излучает еще и как нагретое тело, поэтому неудивительно, что для описания ее свойств разумно использовать термодинамику. Если есть температура, то объект должен иметь определенную энтропию. Идею об энтропии черной дыры предложил физик Яков Бакенштейн в 1972 году, еще до открытия Хокингом квантового излучения. Проблема состоит в том, что эта энтропия чудовищно велика. Достаточно сказать, что энтропия только одной черной дыры в центре нашей галактики превосходит энтропию всего вещества и излучения видимой Вселенной. Стоит отметить, что гигантские черные дыры по современным представлениям образуют ядра большинства галактик. В их число входит и массивная черная дыра в ядре нашей галактики. Стрелец А, являющаяся ближайшей к Солнцу сверхмассивной черной дырой, расположенной в 26 тысячах световых лет от нас. В настоящее время существование черных дыр звездных и галактических масштабов считается большинством ученых надежно доказанными астрономическими наблюдениями. Существует несколько подходов, предполагающих объяснение природы энтропии черных дыр. Наиболее продвинутый подход основан на теории струн. Альтернативный метод использует так называемую петлевую теорию гравитации. Но петлевая теория гравитации имеет ряд нерешенных проблем и поэтому пока не получила широкого распространения. Чтобы петлевая квантовая гравитация не противоречила специальной теории относительности, в ней необходимо ввести взаимодействия, которые похожи на рассматриваемые в теории струн. А вот в самой теории струн уже было установлено, что черные дыры имеют поверхность, и эта структура называется пушистым клубком. Сама поверхность не засасывается в отверстия объектов, потому что с дополнительными измерениями присутствующими в теории струн. В пространстве времени возникает новая топология. В новой топологии пространство-время заканчиваются в непосредственной близости от места, где был бы образован горизонт. Поэтому не существует никакого внутри, куда могла бы попасть поверхность. Но опять-таки все это лишь теория. И вот здесь мы подходим к одному из главнейших вопросов, занимающих умы как ученых, так и простых обывателей. Что произойдет с вами, если вы попадете в черную дыру? Может быть, вы думаете, что вас раздавит или, наоборот, разорвет на клочки, но в действительности все гораздо страннее. В тот момент, когда вы попадаете в черную дыру, реальность разделится надвое. В одной реальности вас мгновенно испепелит, в другой же вы нырнете вглубь черной дыры живым и невредимым. Внутри черной дыры не действуют привычные нам законы физики. Согласно Альберту Эйнштейну, гравитация искривляет пространство. Таким образом, при наличии объекта достаточной плотности, пространственно-временной континуум вокруг него может деформироваться настолько, что в самой реальности образуется прореха. По мере продвижения вглубь, пространство-время продолжает искривляться, и в центре становится бесконечно искривленным. Эта точка известна как гравитационная сингулярность. Пространство и время в ней перестают иметь какое-либо значение, а все известные нам законы физики, для описания которых необходимы эти два понятия, больше не действуют. Никто не знает, что именно ждет человека, попавшего в центр черной дыры. Иная вселенная? Забвение? Задняя стенка книжного шкафа, как в американском научно-фантастическом фильме «Интерстеллар». Это загадка. Давайте порассуждаем на вашем примере о том, что произойдет, если случайно попасть в черную дыру. В этом эксперименте вам поможет внешний наблюдатель. Например, ваш лучший друг. Итак, друг, находящийся на безопасном расстоянии, будет видеть, что по мере вашего приближения к горизонту событий вы вытягиваетесь в длину и сужаетесь в ширину. Кроме того, чем ближе вы будете подлетать к горизонту событий, тем больше ему будет казаться, что ваша скорость падает. Когда вы достигнете горизонта событий, то с точки зрения вашего друга замрете на месте, как если бы кто-то поставил воспроизведение на паузу. Вы останетесь в неподвижности, растянутом по поверхности горизонта событий, и вас начнет охватывать все возрастающий жар излучения Хокинга. Прежде чем вы пересечете горизонт событий и углубитесь в недра черной дыры, от вас останется один лишь пепел. Но давайте посмотрим на эту ужасную сцену с вашей точки зрения. А с вашей точки зрения будет происходить нечто еще более странное, то есть ровным счетом ничего особенного. Вы летите прямиком в одну из самых зловещих точек Вселенной, не испытывая при этом ни малейшей тряски, не говоря уже о растяжении пространства, замедлении времени или жареизлучения. Все потому, что вы находитесь в состоянии свободного падения, и поэтому не чувствуете своего веса. Именно это Эйнштейн назвал самой удачной идеей своей жизни. Действительно, горизонт событий — это не кирпичная стена в космосе, а явление, обусловленное точкой зрения наблюдавшего. Наблюдатель, остающийся снаружи черной дыры, не может заглянуть внутрь сквозь горизонт событий. Но это его проблема, не ваша. С вашей точки зрения никакого горизонта не существует. Если бы размеры нашей черной дыры были меньше, вы и правда столкнулись бы с проблемой. Гравитация действовала бы на ваше тело неравномерно и вас вытянула бы в макаронину. Но, по счастью для вас, наша черная дыра велика. Она в миллионы раз массивнее Солнца. Черные дыры искривляют пространственно-временной континуум до такой степени, что внутри горизонта событий время и пространство меняются местами. В каком-то смысле вас влечет в сингулярность не пространство, а время. Вы не можете вернуться назад и выбраться из черной дыры, точно так же, как никто из нас не способен на путешествие в прошлое. Итак, законы физики хотят, чтобы вы одновременно находились снаружи черной дыры в виде горстки пепла и внутри нее в целости и сохранности. И еще один немаловажный момент. Согласно общим принципам квантовой механики, информацию нельзя клонировать. Вам нужно находиться в двух местах одновременно, но при этом лишь в одном экземпляре. Такое парадоксальное явление физики называют термином «исчезновение информации в черной дыре». По счастью, в 90-х годах ученым удалось этот парадокс разрешить. Американский физик Леонард Зюскинд понял, что никакого парадокса на самом деле нет, поскольку никто не увидит вашего клонирования. Ваш друг будет наблюдать за одним вашим экземпляром, а вы за другим. Таким образом, реальность зависит от наблюдателя. Существует реальность с точки зрения вашего товарища и реальность с вашей точки зрения. Вот и все. Почти все. Летом 2012 года физики Ахмед Альмхеири, Дональд Марлф, Джо Полчинский и Джеймс Салли, коллективно известные под английской аббревиатурой из первых букв своих фамилий как AMPS, предложили мысленный эксперимент, который грозил перевернуть наше представление о черных дырах. По словам ученых, разрешение противоречия, предложенное Зюскиндом, основывается на том, что разногласие в оценке происходящего между вами и вашим лучшим другом опосредовано горизонтом событий. Неважно, действительно ли друг видел, как один из двух ваших экземпляров погиб в огне излучения Хокинга, поскольку горизонт событий не давал ему увидеть ваш второй экземпляр, улетающий вглубь черной дыры. Но что, если бы у друга имелся способ узнать, что происходит по ту сторону горизонта событий, не пересекая его? Общая теория относительности говорит нам, что это невозможно. Но квантовая механика слегка размывает жесткие правила. Ваш друг мог бы одним глазком заглянуть за горизонт событий при помощи того, что Эйнштейн называл жутким дальнодействием. Речь идет о квантовой запутанности, явление, при котором квантовые состояния двух или более частиц, разделенных пространством, загадочным образом оказываются взаимозависимыми. Эти частицы теперь формируют единое и неделимое целое, а информация, необходимая для описания этого целого, заключена не в той или иной частице, а во взаимосвязи между ними. Идея, выдвинутая АМПС, звучит следующим образом. Предположим, ваш друг берет частицу поблизости от горизонта событий, назовем ее частицей А. Если его версия произошедшего с вами соответствует действительности, то есть вас убило излучение Хокинга с внешней стороны черной дыры, значит, частица А должна быть взаимосвязана с другой частицей Б, которая также должна находиться с внешней стороны горизонта событий. Если действительности соответствуют ваше видение событий, и вы живы-здоровы с внутренней стороны, тогда частица А должна быть взаимосвязана с частицей С, находящейся где-то внутри черной дыры. Прелесть этой теории заключается в том, что каждая из частиц может быть взаимосвязана только с одной другой частицей. Это значит, что частица А связана или с частицей В, или с частицей С, но не с обеими одновременно. Так что же все-таки произойдет с вами внутри черной дыры? Определить, с какой именно другой частицей взаимосвязана частица А чрезвычайно трудно. Физики Дэниел Харлоу из Принстонского университета в Нью-Джерси и Патрик Хайден, который сейчас работает в Калифорнийском Стэнфордском университете в Калифорнии, задались вопросом, сколько на это потребуется времени. В 2013 году они подсчитали, что даже при помощи наибыстрейшего компьютера, который возможно создать в соответствии с физическими законами. Вашему другу потребовалось бы чрезвычайно много времени на то, чтобы расшифровать взаимосвязь между частицами. Настолько много, что к тому моменту, как он получит ответ, черная дыра давным-давно испарится. Если это так, вероятно, вашему другу просто не суждено когда-либо узнать, чья точка зрения соответствует действительности. В этом случае обе истории останутся одновременно правдивыми. Реальность, зависящая от наблюдателя, и ни один из законов физики не будет нарушен. Два физико-теоретика Хуан Мальдасена и Леонард Саскент предположили, что частицы в запутанном квантовом состоянии соединены крошечными кротовыми норами, некими туннелями в пространстве. А это уже совсем другой уровень теории. Так что, как мы видим, связь между сверхсложными вычислениями, на которые ваш наблюдатель, по всей видимости, не способен, и пространственно-временным континиумом может натолкнуть физиков на какие-то новые теоретические открытия. И, кстати, 10 апреля 2019 года Национальный научный фонд США впервые показал фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Месьер-87, расположенной на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Изображение получили благодаря проекту Event Horizon Telescope, который включает в себя 8 радиотелескопов, расположенных по всему земному шару. Полученная картинка подтверждает существование горизонта событий, то есть подтверждает правильность общей теории относительности Эйнштейна, заявил один из руководителей проекта Лучано Реццолло. В апреле 2020 года ученые получили самое подробное изображение струи плазмы, вырывающегося из центра сверхмассивной черной дыры. Таким образом, черные дыры не просто опасные объекты на пути межзвездных экспедиций, но и теоретические лаборатории, в которых мельчайшие вариации в физических законах вырастают до таких размеров, что ими уже невозможно пренебречь. Возможно, в будущем ученые смогут более точно ответить на вопрос, что же такое черные дыры, и есть ли какой-нибудь другой способ исследования их внутренней структуры, если такая структура вообще существует. Вселенная. Огромное пространство, заполненное планетами, звездами, галактиками, черными дырами, туманностями, даже темной материей и много чем еще. Хотя Вселенная — это не имеющее строгого определения понятия, но условно можно выделить две принципиально отличающиеся сущности — умозрительную, философскую и материальную, доступную к наблюдениям. Вообще, Вселенная — это все. Она включает в себя не только все пространство, а также еще всю материю и энергию, содержащиеся в космосе. Вселенная даже включает само время, и, конечно, включает в себя и нас с вами. Что же мы знаем о Вселенной? Давайте разбираться. Одной из загадок сегодняшней науки является вечный вопрос — как появилась Вселенная? На данный момент наука еще не доказала ни одну теорию о происхождении Вселенной. Но некоторые теории являются наиболее известными, как, например, теория Большого Взрыва. Бесконечно малая и бесконечно плотная точка, которая, может, вовсе и не точка, но в которую была сжата вся наша Вселенная, вся физика мира, константы, материя, пространство и время витала где-то вдалеке. Потом или во время этого случился Большой Взрыв. Зародилось все, что мы видим и знаем. Сегодня ученые предполагают, что все процессы после Большого Взрыва были обусловлены тем, что Вселенная постепенно остывала и становилась все менее плотной. Как мы знаем, температура — это мера движения частиц. Температура падает, частицы замедляются. Чем медленнее двигаются частицы, тем проще им друг с другом соединяться. По мере остывания Вселенной сначала отдельно летающие кварки смогли объединиться в протоны, нейтроны и другие частицы. Затем уже полученные частицы, продолжая замедляться, начали формировать первые ядра привычных нам атомов. Вселенная продолжала остывать, и спустя примерно 300 тысяч лет после Большого Взрыва температура опустилась достаточно, чтобы электроны могли присоединиться к ядрам атомов, и, как следствие, Вселенная стала прозрачной. Фотоны, которым было наполнено все вокруг, больше не видели препятствий в виде электронов и смогли лететь прямо. Причем сразу, отовсюду и во все стороны. Собственно, именно те фотоны, которые были освобождены в этот момент, мы видим и сегодня, в виде реликтового излучения, микроволнового космического фона. А далее образовались первые звезды, предполагается, что это очень тяжелые звезды с малым временем жизни, не дожившие до наших дней. Первые квазары, галактики, скопления и сверхскопления галактик. Затем было образование межзвездного облака, давшего начало и нашей Солнечной системе. Согласно современным представлениям, размер наблюдаемой Вселенной составляет примерно 45 миллиардов 700 миллионов световых лет, или 14,6 гиперпарсек. Да, такой диаметр у Вселенной. И это только то, что мы можем видеть при помощи самых мощных приборов. На самом деле, реальные масштабы Вселенной мы не можем представить и приблизительно. Тем не менее, если взглянуть на размер известной Вселенной и представить, что человек мог путешествовать один световой год в секунду, ему потребовалось бы почти 3000 лет, чтобы добраться с одной ее стороны на другую. Человеческое воображение даже не может представить, насколько велика Вселенная. Большая часть научной фантастики описывает свои истории с обязательными путешествиями со скоростью, превышающей скорость света. Но даже корабли, которые являются основой научной фантастики, недостаточно быстры. Даже самыми быстрыми из этих кораблей, которые могут лететь более чем в 1,3 миллиарда раз быстрее скорости света, все же потребуется большая часть суток на то, чтобы достичь Андромеды. Все это говорит о том, что даже самые смелые фантазии недооценивают размер того, с чем человечество имеет дело. Каждый раз, когда вы смотрите в небо, вы видите Вселенную такое, какой она была в прошлом. И чем дальше расположены объекты, тем в более глубокое прошлое мы заглядываем. Если мы посмотрим на объект на расстоянии 50 миллионов световых лет, мы увидим, как этот объект выглядел именно 50 миллионов лет назад. Потому что именно столько времени потребовалось свету, чтобы пройти от объекта до наших глаз. Также в расчет взята теория о том, что галактики удаляются друг от друга, причем во время перемещения они набирают скорость. Согласно этой теории, со временем галактики преодолевают скорость света, а потому человечество перестанет их видеть. Проанализировав эти теории, ученые пришли к выводу, что за пределами той Вселенной, которую люди могут наблюдать, находится пространство гигантских размеров. Однако увидеть его нет возможности из-за ограничения скорости света. Космос постоянно расширяется, это утверждение официально признано современным научным сообществом. Но даже ученые не могут сказать, будет ли это продолжаться вечно и до каких масштабов может увеличиться Вселенная. При переходе к масштабам меньше 100 мегапарсек обнаруживается четкая ячеистая структура. Внутри ячеек пустота, войды, а стенки образованы из сверхскоплений галактик. Эти сверхскопления – верхний уровень целой иерархии, после которых идут скопления галактик, потом локальные группы галактик, а самый нижний уровень – огромное многообразие самых различных объектов. Из них отдельно стоит упомянуть квазары, отличающиеся очень высокой светимостью и настолько малым угловым размером, что в течение нескольких лет после открытия их не удавалось отличить от точечных источников, таких как звезды. Переходя к составу галактики, мы обнаруживаем темную материю, космические лучи, межзвездный газ, шаровые скопления, рассеянные скопления, двойные звезды, звездные системы большей кратности, сверхмассивные черные дыры и черные дыры звездной массы и, наконец, одиночные звезды разного населения. Их индивидуальная эволюция и взаимодействие друг с другом порождает множество явлений. Так предполагается, что источником энергии у упомянутых уже квазаров служит аккреция межзвездного газа на сверхмассивную центральную черную дыру. Количество вещества во Вселенной просто огромно. Но даже на Земле есть количество веществ, которые находятся за пределами человеческого понимания. Достаточно сложно представить, а еще сложнее понять, как это подсчитали ученые. Но на планете находится примерно 7,5 квинтиллионов песчинок. Это 7,5 с 18 нулями. Тем не менее, видимых звезд еще больше. Гораздо больше. Их примерно в 10 раз больше в уже изученной части Вселенной. А это без учета планет и их спутников. Если посмотреть на ночное небо, то можно увидеть черный фон, усеянный светящимися точками. Картинка из проекта Hubble Ultra Deep Field может выглядеть на удивление схожей. Разница лишь в том, что точки на ночном небе — это отдельные звезды, а точки на снимках телескопа Hubble — это галактики, каждая из которых может содержать до 100 миллиардов звезд. Некоторые теоретики предполагают, что наш мир имеет свои границы. Но за их пределами нет ничего. Согласно такой гипотезе, когда Вселенная заканчивается, остается лишь абстрактная пустота, полная ничего, в котором не действуют ни одни законы физики. Туда не доходит свет, его нельзя ощутить, увидеть, там нет времени и пространства. Гипотеза гласит, что космос представляет собой замкнутый шар, который парит в бесконечном ничего, которому не применимы ни одни из знакомых нам физических параметров. Осознать и принять абстрактную пустоту довольно сложно для человеческого мозга. Даже если гипотеза верна, мы не сможем представить, как выглядит полное ничто. Черный фон? Белый? Матрица? Гадать можно долго, но вряд ли мы действительно сможем это представить. Ученые даже обнаружили в космосе пустоту шириной в полтора миллиарда километров, которая могла бы, как они считают, быть параллельной вселенной. В этой пустоте нет никакого вещества, даже как считается темной материи. И она в 40 раз больше, чем самая большая пустота, зафиксированная ранее. Но тем не менее, даже при помощи мощнейшего телескопа это огромное поле не так-то просто заметить. Просто потому, что оно слишком мало по общим меркам пространства и времени. Ранее мы уже упоминали, что наше пространство постоянно расширяется, и самый дальний его край соответствует времени начала большого взрыва. Сегодня самая далекая область, что ученые могут видеть, это поверхность последнего рассеяния. Именно оттуда приходят фотоны реликтового излучения, которое возникло почти сразу после большого взрыва. Поверхность последнего рассеяния отражает момент, когда Вселенная стала прозрачной для излучения. За этой областью располагается то, что пока не подвластно изучению нашими приборами. Мы не можем увидеть той области, что расположено за поверхностью последнего рассеяния из-за того, что она не прозрачна для излучения. А ведь именно свет позволяет нам видеть отдаленные объекты и судить об их свойствах. Несмотря на то, что нельзя увидеть то, что происходит за поверхностью последнего рассеяния, астрономы могут предугадать, что происходит в пространстве за ней. Для этого они наблюдают, какое влияние она оказывает на существующие астрофизические объекты. Более того, согласно современной теории Лямбда-CDM, галактики удаляются друг от друга с ускорением. И чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Это значит, что в какой-то момент скорость удаления галактик превысит световую, и мы перестанем их видеть. Эти объекты уйдут за горизонт, но не исчезнут. Этот факт означает, что, возможно, за пределами наблюдаемой Вселенной лежит еще огромное пространство, скрытое от нас пределом скорости света. Изучая излучение космического микроволнового фона, после свечения большого взрыва, астрономы обнаружили температурные флуктуации. Эти разные температуры, или аниситропия, соответствуют регионам с разной плотностью материи. В ранней Вселенной. И растянулись на огромные масштабы по мере расширения. Особенно интересная идея заключается в том, что мы видим область, в которой наша Вселенная врезается в другую Вселенную, взаимно нарушая законы физики. Если дело обстоит именно так, и астрономы стали свидетелями взаимодействия Вселенных. Гипотеза мультивселенной говорит о том, что каждая отдельная Вселенная представляет собой нечто вроде пузыря, формирующегося из вещества во время большого взрыва. Все миры рождаются, эволюционируют и в конечном итоге умирают, сменяясь новыми. Один из наиболее известных сторонников данной гипотезы был Стивен Хокинг. Также ее поддерживает, пожалуй, самый известный популяризатор науки астрофизик Нил Деграс Тайсон. В мультивселенной существует бесконечное множество пузырей, которые работают по одним и тем же законам природы, но находятся в разных состояниях. Параллельные Вселенные никак не зависят друг от друга и практически не взаимодействуют. Эта гипотеза на данном этапе даже не совсем научная. Она предполагает, что может находиться за пределами Вселенной, но доказателей хотя бы попытаться экспериментально проверить не может. Поэтому пока это скорее философский вопрос, чем научный. Но если предположение окажется правдой, это будет означать, что помимо нашей существует огромное количество Вселенных с конечными размерами и продолжительностью жизни. Но не волнуйтесь, этот регион в миллиардах световых лет от нас. И это вряд ли другая Вселенная стучится нам в дверь. Нам просто нужны наблюдения получше. Последний труд Стивена Хокинга, который был издан после смерти ученого, содержит одно очень занятное предположение. Оно говорит о том, что наша Вселенная может оказаться всего лишь голограммой какой-то первичной плоскости. Большой взрыв привел к появлению той самой плоскости, а наш мир — ее двумерная проекция. Именно двумерная. А 3D — это просто иллюзия. Все наше пространство, время и законы физики тоже представляют собой проекцию — искажение реальности. Гипотеза довольно сложная, и ее даже понять тяжело, не то что доказать. Если вдруг она окажется правдой, это будет означать, что все законы природы, работающие в трехмерном мире, на самом деле не так работают и являются лишь искажением. Если за пределами нашей Вселенной лежит первичная плоскость, то мы даже представить себе не можем, как в ней все устроено. Наряду с абсолютной пустотой и мультивселенной эта теория, как и сотни других, являются больше философскими, чем научными. А что на самом деле находится за пределами Вселенной, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Несмотря на многочисленные открытия, которые сделал человек в космосе, до сих пор существуют десятки мифов об этом окружающем Землю пространстве. Низкопробные фантастические романы и голливудские фильмы зачастую приводят к тому, что у человека формируется ложные представления о космических объектах и явлениях. Поэтому сегодня мы с вами разберем 10 самых распространенных мифов о космосе, в которые вы все еще верите. Поехали! Ракеты летят вертикально вверх. Если вы посмотрите любой фильм о космосе, то увидите, что ракеты просто взлетают, поднимаются выше и выше, сбрасывают отработанные ступени и вот они на орбите. Однако на самом деле, если вы будете лететь просто вверх, рано или поздно у вас закончится топливо и вы упадете обратно на Землю. Чтобы остаться на орбите, кораблю нужно придать первую космическую скорость. Тогда он будет вращаться вокруг планеты и не падать. В реальности космические корабли летят вверх только первые несколько секунд. Затем они начинают наклоняться, постепенно набирая горизонтальную скорость. Так что полет происходит не по прямой, а по дуге. Взгляните на фото любого взлета ракеты с длинной выдержкой и увидите реальную траекторию движения. Еще один миф неизменно связан с космическим питанием. Будто находясь в космосе, все едят исключительно еду из тюбиков, а именно пюре. Летчик-космонавт, герой России Александр Лазуткин опровергает это. Отметив, что в рацион космонавтов входит не только пюре, а самые разные блюда. Борщ, суп-харчо, грибы и так далее. Вторые блюда при этом сублимируют и превращают в брикеты, которые по размеру немногим больше спичечного коробка, после чего укладывают в полиэтилен. Таким образом, если влить туда кипяток и подождать несколько минут, можно получить вкусное горячее блюдо. Первое блюдо мы, как дети, посасываем через трубочку, второе едим ложками, делится Лазуткин. Если что-то улетит, всегда можно поймать. Для справки можно вспомнить, что ранние рационы космонавтов действительно были весьма скудны. Гагарин, например, на орбите съел содержимое трех тюбиков, два с перемолотым приготовленным мясом и один с шоколадом. Но сегодняшнее космическое питание очень разнообразно, в течение двух недель блюда даже не повторяются. Люди в космосе взрываются. Как и большинство других мифов, этот родился из голливудских фильмов. Считается, что без специального скафандра в безвоздушном пространстве человек лопнет, так как там нет никакого давления. Однако люди куда более прочные, чем воздушные шарики. Мы не лопаемся, когда нам делают укол. Не лопнем и в космосе. Хотя, правда, находиться в космосе без специального снаряжения опасно. Давление в вакууме отсутствует, и это может привести к тому, что ваши легкие лопнут, если вы не выдохнете, прежде чем выпрыгнуть из корабля. В крови начнут появляться газовые пузырьки, это называется эбулизм, на теле образуются отеки. Эксперименты показали, что в вакууме можно без последствий находиться до полутора минут, и после этого организм быстро восстановится. А вот более длительное пребывание летально из-за гипоксии, то есть нехватки кислорода. Многие представляют нашу звезду как большой огненный шар. На самом деле солнце не горит, да и не может гореть в принципе, оно светится. Какая в этом разница? Горение – это химическая реакция, а на звезде происходит ядерная реакция, то есть никакого окисления нет. Вместо этого атомные ядра вещества взаимодействуют с другими ядрами либо элементарными частицами. Это большой шар газа, который испускает свет и тепловую энергию в процессе ядерного синтеза. Оно дает свет и тепло, а вот обычного огня не дает совсем. Да и цвет у него не такой, каким мы привыкли его видеть. На самом деле, наше светило вовсе не желтое, а белое. А окажется таковым только по причине нашей атмосферы, которая искажает его цвет. Температура Солнца на поверхности приблизительно равна 6000 кельвин, что и обусловило белый цвет его свечения. В космосе холодно. Во многих фильмах человек, находясь в открытом космосе, без скафандра начинает стремительно замерзать. Через довольно короткий промежуток времени зритель видит в кадре замерзшую статую. На самом деле космос не имеет температуры. Вакуумные свойства космоса подразумевают отсутствие теплопроводности и конвекции. Астронавты испытывают проблемы скорее с перегревом, ведь вакуум — хороший термоизолятор. Если человек окажется в космосе без скафандра, он всего лишь почувствует легкую прохладу, которую дает испаряющаяся с кожи вода. Многие думают, что Земля становится ближе к Солнцу летом. С одной стороны, это кажется логически верным. На планете становится теплее, когда она приближается к чему-то горячему. Но, как бы то ни было, это утверждение неверно. Дело в том, что Земля, помимо обращения вокруг Солнца, вращается вокруг воображаемой оси. Если бы она располагалась под прямым углом к орбите Земли вокруг Солнца, у нас не было бы времен года, а все дни были бы одинаковыми. Но эта ось наклонена по отношению к Солнцу на 23 градуса, в результате чего у нас и меняются сезоны. А на самом же деле Земля приближается к Солнцу зимой. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли находится в 147 миллионах километров. Называется перигелием. Земля проходит эту точку в начале января. Вот такая неожиданность. К мифу, что у Луны есть темная сторона, приложили руку не киношники, а музыканты легендарной рок-группы Pink Floyd, выпустив свой восьмой студийный альбом The Dark Side of the Moon. На самом же деле никакой темной стороны Луны не существует. Дело в том, что спутник всегда обращен одной стороной только к Земле, но к Солнцу поворачивается всеми своими сторонами. То есть они получают солнечный свет в равной степени. А первые снимки другой стороны Луны были сделаны советской АМС «Луна-3» еще в 1959 году. И ничего особенно таинственного там нет. Во многих фильмах показано, что в космосе можно слышать звуки. Еще бы! Ведь если герой погибает в этом пространстве, зрители наверняка захотят услышать, как это произойдет. Тем не менее, в космосе нет атмосферы. А значит, ничто не может создавать звуковых колебаний. Поэтому взрывы межпланетных кораблей в кино — это всего лишь преувеличение режиссера для пущего эффекта. Опять-таки это точно было показано в фильме Кубрика. Но все же звуки могут быть услышаны в космосе, если найти атмосферу. Правда, они будут отличаться от земных. Например, на Марсе они будут на тон выше. Из-за фильмов и картинок в интернете многие люди полагают, что черные дыры выглядят как вихрь, засасывающий все вокруг себя. Или как воронка в раковине, куда стекает вода. На самом деле впервые черную дыру показали реалистично в фильме «Интерстеллар», основываясь на теоретических моделях физика Кипа Торна. Уже позже НАСА сделала первый ее снимок с помощью системы из восьми радиотелескопов Event Horizon Telescope. В реальности черная дыра выглядит не как воронка, а как темная сфера, окруженная аккреционным диском падающего на нее газа. Кстати, черные дыры могут быть крохотными. Например, в 2019 году астрономы обнаружили черную дыру, которая имеет всего 19 километров в разрезе. В сети частенько можно встретить упоминание о том, что легендарная Великая Китайская Стена настолько велика, что ее видно даже из космоса. Что ж, попыток разглядеть стену из космоса было немало. Когда кто-то ставит вопрос, можно ли увидеть из космоса объект Х, все, как правило, упирается в разрешение объектива камеры, которой вооружен астронавт. Кроме того, стоит учитывать характер атмосферы и погодные условия. В облачную погоду даже сверхчувствительная аппаратура вряд ли сможет дать нам достоверные сведения. Специалисты НАСА заявляют, невооруженным взглядом китайскую стену с орбиты не разглядеть. Все дело в том, что при фантастической длине в тысячи километров ширина сооружения составляет лишь 5-8 метров в основании. Иными словами, стена слишком тонкая для того, чтобы ее можно было рассмотреть из космоса. А то, что иногда принимают за древние сооружения, чаще всего оказывается фрагментом горной цепи или рекой. На Земле мы привыкли сравнивать большие и маленькие объекты друг с другом, примерно представляя, какой они имеют размер и сколько весят. Но что мы знаем о массах космических объектов? Какими величинами оперируют астрономы при изучении веса за пределами нашей планеты? Давайте это узнаем. Самым маленьким представителем нашего хит-парада с уверенностью можно назвать космическую пыль. Да-да, именно эта пыль, которая иногда именуется микрометеоритами, могла предшествовать появлению и нашей с вами планеты. Размер ее частиц иногда составляет всего несколько молекул, и масса у них, соответственно, тоже незначительна. Однако на поверхность Земли, по различным оценкам, ежедневно оседает от 60 до 100 тонн космической пыли, что в пересчете на год составляет 25-40 тысяч тонн. Вполне себе внушительная цифра. Более тяжелым объектом, но все равно носящим название самого небольшого околоземного астероида является 2015 TS-2, чей диаметр по расчету ученых составляет от 1,7 до 3,3 метра. Но даже такой малыш способен весить несколько тонн, что может оказаться опасным при столкновении с ним космического аппарата, но никак не скажется на нашей планете при их гипотетической встрече, ведь во время падения он просто сгорит в плотных слоях нашей атмосферы. Но давайте оставим эту мелочь посмотрим на более весомые космические тела. Астероид из группы кентавров Хирон. Он является первым идентифицированным членом из нового класса объектов, орбиты которых находятся в промежутке между орбитами Юпитера и Нептуна. Назван он был в честь кентавра Хирона из древнегреческой мифологии, и Международный астрономический союз решил, что и все другие объекты этого класса будут называться в его честь. Размеры астероида довольно значительны. Диаметр Хирона составляет 218 плюс-минус 20 километров, а масса достигает 3 на 10 в 18 степени килограммов. В прессе его даже успели окрестить девятой планетой, но для этого он все же оказался маловат. А вот следующий объект вполне законно носит название планеты, хоть и карликовой. Это Церера, ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Она расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. При диаметре около 950 километров ее масса равна 9,4 на 10 в 20 степени килограммов, что равняется почти третьей общей массе всего пояса. Ну и если мы шагнем на несколько порядков выше, то невозможно обойти вниманием наш единственный и бесценный спутник – Луну. Кстати, это еще и самый близкий к Солнцу спутник планеты, ведь у Меркурия и Венеры их попросту нет. При диаметре почти в 3500 километров ее масса равна 7,35 на 10 в 22 степени килограммов, что соответствует 1,81 массе Земли. И вот здесь, когда мы подошли к размерам планет, то целесообразнее будет использовать обозначение их масс в пересчете на массу Солнца. Так, масса нашей планеты Земля равна 5,97 умножить на 10 в 24 степени килограммов, что соответствует 3 миллионам частям массы Солнца. Немного, конечно, но нам с вами вполне хватает. А вот наш газовый гигант Юпитер имеет массу гораздо более существенную. Масса Юпитера в 2,47 раза превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. В 317,8 раз массу Земли и уступает только нашему светилу, имея вес примерно в тысячу раз меньше массы Солнца. Что же касается самого Солнца, то ничего крупнее в нашей системе просто нет. По спектральной классификации Солнце относится к типу «желтый карлик», состоит в основном из водорода и гелия, приблизительно 73,25% от массы соответственно, и весит почти 2 нонамиллиона килограммов. То есть, после двойки нужно записать еще 30 нулей. Поверьте, это очень много. Если наше Солнце — это самый большой объект среди соседних космических тел, то среди звезд оно ничем не примечательно. Чего не скажешь о R136A1. Это самое тяжелое, самое яркое из известных науки звезд во Вселенной. Ее масса равна 315 масс Солнца, а испускаемый свет, по самым оптимистичным оценкам, до 10 миллионов раз больше, чем у того же Солнца. Но стоит массе звезды превысить определенный порог, а термоядерному топливу полностью выгореть, как происходит самое загадочное превращение во Вселенной — превращение звезду в черную дыру. Черная дыра LB1 имеет массу почти 70 солнечных масс, что более чем вдвое превышает предсказанную максимальную массу черных дыр звездной массы согласно существующим моделям звездной эволюции. И когда кажется, что больше уже некуда, то на небосводе появляется сверхмассивная черная дыра NGC 1277, вторая по массе из известных на 2012 год с весом около 17 миллиардов масс Солнца. Она в несколько тысяч раз превосходит по размерам и массе черную дыру в центре нашей галактики. Для сравнения, черная дыра из центра нашей галактики, имеющая массу 4,31 миллионов масс Солнца, могла бы легко уместиться внутри орбиты Меркурия, тогда как открытая в NGC 1277 черная дыра по диаметру в 11 раз больше орбиты Нептуна. Продолжая укрупнять область наших исследований, мы приходим к объектам, которые являются скоплениями целых групп космических тел. Конечно же, самым крупным и ближайшим к нам претендентом является галактика Млечный Путь. Ее диаметр составляет около 30 тысяч парсек, порядка 100 тысяч световых лет, или одного квантиллиона километров. А ее масса оценивается около полтора биллиона масс Солнца. По меркам спиральных галактик наш Млечный Путь размерами не впечатляет. То ли дело IC 1101, сверхгигантская эллиптическая галактика в центре скопления галактик Эйбл-2029. Это поистине космическая громадина размером в 6 миллионов световых лет. Она в 60 раз крупнее и в 2000 раз массивнее Млечного Пути. А ее масса равна 24,5 триллионам масс Солнца. Ну вот так галактика. Что может быть крупнее галактик? Конечно же, скопление галактик. Так, суперкластер Шепли вмещает в себя порядка 8 тысяч галактик, суммарная масса которых превышает массу Солнца в 10 миллионов миллиардов раз. Именно суперкластер Шепли является самой большой единичной структурой в известной нам части Вселенной, согласно данным Европейского космического агентства. В свою очередь наша галактика Млечный Путь является членом огромного скопления галактик, известного как суперкластер Ланиакея. У этого скопления не имеется никаких формальных границ, и астрономы оценивают, что в его состав входит более 100 тысяч галактик. Суперкластер Ланиакея простирается более чем на 520 миллионов световых лет, а суммарная масса всей его материи превышает массу Солнца в 100 миллионов миллиардов раз. Ну и самый большой объект во Вселенной – это Великая стена Геркулес, Северная корона. Размеры этого объекта составляют 10 миллиардов световых лет, и в нем содержатся миллиарды галактик. Данная структура настолько велика, что составляет около 10% от диаметра наблюдаемой Вселенной. Масса этого объекта оценивается лишь очень приблизительно и может достигать 20 миллионов триллионов раз. Сколько это представить себе просто невозможно. Так что за пределами нашей планеты есть поистине огромные невообразимо тяжелые объекты, куда более тяжелее тому, к чему мы привыкли на нашей маленькой уютной Земле. Может быть, именно благодаря изучению масс различных объектов мы начнем больше разбираться в таком вопросе, как гравитация.